Друзья, всем привет! Вы слушает SD-Cast, 79-й выпуск, и сегодня у меня в студии, хотя нет, подождите, я в гостях у Егора Толстого, руководителя платформенной разработки Вавита. Егор, привет! Привет! Ну что, давай, наверное, по традиции, не будем и в 79-й раз ее нарушать. Расскажи в двух словах о себе, как ты давно вообще и чем занимаешься, как попал в наш славный айтишный мир? Да попал, как все, через дверь, поступил в универ, учился в Московском авиационном институте, точно когда уже поступал, знал, что хочу пойти на какого-нибудь технаря, куда-то связанное с айти, и вот одновременно поступил на прикладную математику и физику и защиту информации. Естественно, пошел на защиту информации, потому что, ну, боже мой, если предлагают стать защитником информации, ну, кто откажется, это же безумно круто звучит. Это круто, знаешь, у меня была очень похожая ситуация, но в обратную сторону. Я поступал, научился в МИЭМе, электроники и математики, которая сейчас в вышке принадлежит, а параллельно еще, думаю, ну, что там, ну, как бы, в МИЭМ я уже поступил, знал заранее, там, потому что ходил в школу, думаю, ну, куда-то еще родить, говорит, надо еще куда-то там, может быть, что-нибудь, я говорю, ну, ладно, пойду в Бауманку, что ли, подам. А в Бауманку куда-то, ну, и У-9, это защита информации, ну, потому что куда еще, как бы, а там проходные баллы, у них это 10-балльная система, и там 9,5 из 10, то есть надо получить 5,4,5, вот. Ну, я получил две четверки, понял, что, в принципе, меня берут на любую кафедру, кроме У-9, и, в общем, я забил, пошел в МИЭМ, ну, в принципе, не жалею об этом, и раз, вот так забавно. Ну, ладно, давай, и дальше, значит, уже знал, это хорошо, просто есть опять люди, которые, знаешь, такие, вот я там где-то что-то, там, не знаю, куда помотал, вот ты видишь из тех, кто сразу чувствовал куда-то. Нет, ну, на самом деле, еще там за несколько, даже там за год до универа еще, на самом деле, мотал меня хорошо, потому что одновременно хотел пойти в журналистику, одновременно хотел пойти во что-то связано. связанное, там, с естественными языками, одновременно, как бы, готовился к выступлению в технический вуз, и все это было смешано, и в итоге все-таки пошел, вот, понял, что все-таки надо войти. Но, допустим, все равно у меня есть такой маленький, незакрытый гешталь того, что вот на журналистику-то всегда хотелось, всегда вот эта история мне прям очень-очень сильно нравилась, вот, всегда драйвила прям очень сильно. Может быть, поэтому вот сейчас у меня там в виде того же подкаста как-то выплескиваться пытается. Ну, да, да, выступление, наверное, тоже так как-то вот это одно из проявлений вот этого, да? На моей праздничной праздничной поговорим. Ладно, давай расскажи, как дальше развивался. Вот. Пошел я на защиту информации, получился там где-то более-менее нормально первые там полгода, может быть, первый год, потом начал искать, как заработать денег. Зарабатывал деньги я по-разному, не про все я буду рассказывать сейчас. Некоторые тайны останутся тайны, хорошо. Первое, что такое, наверное, было максимально приближено к IT, не считая там какого-то небольшого фриланса, это работа в Ростелекоме, по-моему, ну, в какой-то дочке Ростелекома, подключал бабушек районосокол к интернету. Кстати, ты тот человек, которому звонили, он приходил, там, значит, втыкал роутер, нет? Да, да, да. Кстати, может быть, знаешь, такой стартап, как вот Wi-Fi называется? Чуваки, они ставят вот такие точки доступа в разных ресторанах, аэропортах, где вот там, не знаю, ты должен, ну, подключаешься к Wi-Fi, открывается вот ДОС, ты должен там пошарить своим друзьям, тогда зайдешь. Это вот, короче, это стартап того чувака, который вот это, он тоже был студент МАИ, там, на пару лет старше меня, и вот он держал вот эту конторку, там, которая с Ростелекомом работала, в которой как раз мы подключали. Именно в Соколе где-то там, значит, ага. Да, ну, такая работа была довольно интересная, но у меня до сих пор еще с той поры остался просто мешок витой пары, ну, потому что как бы ты подключаешь модем, ты вроде его даешь, ты понимаешь, что вот бабушке эта витая пара не нужна, она ее выкает, и, ну, ты просто такой, вам она нужна? Да, нет, милок, забирай, и ты забираешь, 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 и я просто был королем витой пары в то время. Вот, но потом стал больше фрилансить, было что-то типа своей маленькой студии разработки, где был я один, и отдельная комната общая. Ну, фрилансить, то есть всякие веб-сайти, ну, вот это все. Ну, типа того, да, то есть там друзья, друзей, друзей, там, всякие лендинги, странички для фотографов, интернет-магазины, там, Джума, Битрикс и вот это все. Вот, но потом на курсе на третьем-четвертом одумался, пошел, работает нормально, уже, ну, в смысле там, где мне платили зарплату, хоть и в конверте, но это была настоящая наемная работа. Вот, пошел андроид-разработчиком как раз-таки, потому что делал там ряд проектов учебных на мобилках, меня всегда к мобилкам очень сильно тянуло. Это какие годы, профессор, это как раз, чтобы просто понимать, как бы... Это 13-й год. А, ну, это вот совсем по большому счету так, не так уж давно, в общем. Да, а я, я это, я шкет. Вот. Ну, то есть уже, да, мы уже андроиды-то вовсю уже, уже там... Да, на самом деле. Как раз не хватало, наверное, все брали там, в том числе студентов, там, за недорого, чтобы что-то делать. Это я вообще не могу сказать, что долго искал работу, мне просто в какой-то момент щелкнуло, надо пойти нормально работать. Открыл HeadHunter, открыл первую контору, написал им, меня позвали на собеседование. Собеседовал меня там только SEO, там никого не было технического. Он меня послушал, посмотрел, сказал, ну, нормальный чувак, мы тебя берем. Вот. Кстати, контора была интересная, она High Glossy Digital Media Solutions называлась. О, боже. Но там было прикольно, что вот как раз вот руководитель, у него было очень-очень-очень много разных друзей и знакомых. Слуцкий, тренер CSKA, Мединский, ребята, которые Хендай там у нас делают. Поэтому мы и делали приложение для CSKA, приложение для Мединского, приложение для Хендая. И опыт прям был интересный. Притом вот, да, пришел андроидщиком туда, тогда еще не было Android Studio, ничего не было, все писали в Eclipse. И там, кто пробовал в те годы писать на Eclipse, наверное, представляет, какая-то была боль. Слушай, ну Eclipse вообще, я как бы Eclipse пользовался им, значит, пытался пользоваться. Я не могу сказать, что я прям сильно доволен, но как бы реально тогда это была одна из немногих таких больших вот комбайнов IDE-шек, там и PDT, там PHP Development Tools и, собственно, ну JavaScript, само собой, как бы оно изначально было. Вот они запускались, это тормознутые, вау, это ужас, конечно. Вот. И вот после всего этого в какой-то момент вот меня попросили, ну ты же андроидщик, значит, мобильщик, значит, iOS-приложение нам поправишь. Я такой, ну как бы окей, ну что там править. Скачал себе первый раз X-Code, открыл и понял, что все, вот я останусь здесь, я больше в Eclipse не вернусь. И вот, кстати, сейчас, спустя там, не знаю, там 5-6 лет, зная, что представляет собой X-Code сейчас, я не представляю, как вообще мог такие слова когда-то сказать. Я еще, короче, эту боль потом и залью. Да, хорошо, да, мы послушаем. Вот, и все, быстренько переучился, посмотрел курсы, начал сразу же на месте разрабатывать под iOS и уже больше под Android не возвращался. Вот, ну место было прикольно, классное, действительно делали много классных разноплановых приложений, и вот в каждом старался сделать пасхалку. Допустим, в приложении Мединского, ну вообще, что такое приложение Мединского? Там просто все его книги, читалка и там ЕРСС с его новостями. И, короче, ты открываешь приложение, на главной странице, ну, фотка Мединского на каком-то фоне, в пиджаке серьезной и прочее. Ну да, да, да. Короче, там есть секретное нажатие, надо там верхний левый, верхний правый угол, нижний левый, нижний правый. И после этого ты можешь рисовать пальцы на Мединском. Ребята, если кто-то еще найдет это приложение, просто попробуйте это, да. Вот. В ЦСКА там тоже надо в какое-то место 10 раз нажать, и после этого начинают там летать головы разработчиков по экрану. Слушай, а как у тебя вот к этому очень забавно? Нет, просто я вот всегда начинал что-то такое сделать, но пока как-то нигде не довелось. А как у тебя вот, ну, там, естественно, руководители вообще относились к этому? Они прямо вот это нормально, то есть, все сказали? А, нет, он не знал. А, то есть, это вот было... Да, и там не было никакого кодревья, там был одним разработчиком. Я варил в собственном соку, делал, что хотел. Варил, что хотел, ага. Да, вот сейчас хотел посмотреть, нет, у меня не стоит приложение здесь под рукой. Но вот самый кайф был, когда вот эту пасхалку с летающими головами, а через несколько лет поставил приложение, видел там головы новых разработчиков уже. Да. То есть, кто-то нашел и подкрутил. Класс. В итоге там работал, пока универ не закончил, после этого пошел в Rambler, в iOS-команду, там в очередной раз полностью она пересобиралась, пришел туда одним из первых, там, одним из трех, и как-то там проработал три года. За это время мы там выросли, вот этот iOS-отдел до 25 человек, я там... О, ну нормально, да. Да, я там в какой-то момент стал тимлидом, потом стал руководить этим отделом, запилили мы там, кстати, очень много крутых штук, там Rambler почту, допустим, клиент делали. Ну, понятно, что Rambler почта сама как сервис, это такое себе, но пилить приложение для почтовика, это прям, это крутой, интересный челлендж. То есть, здесь просто у тебя сразу вылезают кучи вещей, связанных с тем, как ты работаешь с синхронизацией данных, с кэшированием их. Ну, на клиентской стороне. Да-да-да, то есть, это уже не просто тонкий клиент, который целиком отображает то, что на бэке у тебя, дополнительный персистенс появляется именно на клиенте уже, и всякая такая хитрая логика по тому, как консистентность данных обеспечить. И еще из интересного, клиент для ЖЖ делал, ну, ЖЖ это тоже Rambler. Ну, ЖЖ тоже такой себе сервис, но тоже пилить было интересно. То есть, здесь там вот те же самые вопросы синхронизации данных, потому что там и читалка, и редактор, и комментарии, и, короче, на вот таких чисто инженерных задач мобильной разработки было прям реально много интересных. Ну, это, кстати, прикольно. Ты так рассказываешь, Смэй, у тебя вот, по крайней мере, те проекты, которые ты сейчас уже упомянул, всегда был какой-то интерес, и что-то ты прям с таким энтузиазмом рассказываешь. Это, мне кажется, очень важно, знаешь, вообще, в принципе, для любой специальности, но для айтишной, мне кажется, особенно как-то такая... Иначе становится, когда все протухает, уже немножко теряешь, и задачи какие-то сразу смещаются. Ну, ладно, давай, мы про это еще, наверное, когда чуть-чуть технические, может, углубляться, расскажем. Давай, как ты дальше расскажи, попал уже, наверное, в Авито теперь. Или после Rambler что-то еще у тебя было? Не, все, после Rambler я пришел в Авито. Здесь сразу пришел уже не инженером, а руководить мобильной разработкой, то есть с таким бесполезным менеджером, который там должен что-то сделать хорошо. Слушай, а вот это тоже интересный вопрос мой. Когда ты не там на одной, скажем так, ну, не в одной среде в компании, да, идешь в путь там от инженера, там тем лид, ну, в смысле программист, там, разработчик, неважно, инженер, потом там тем лид, дальше куда-то выше, там, начинаешь, если интересно, там, в область руководства, да, вот. А именно когда ты в одной компании был там, ну, уже все тебе известно, все твои коллективы, и вот ты инженера, потом ты приходишь сразу на должность, вот, не сразу как-то руководителя, да, и в другую компанию, которая совсем другая среда, и, как бы, другие люди, вот, расскажи про свои впечатления. Потому что тут много моментов, тут, с одной стороны, там тебе уже, ну, тебя знают как специалисты, тебе уже есть доверие, да, кредит доверия, ты, как бы, ну, проще, скажем, по-любому, да. Вот, как, когда ты переходил, как, ну, твои ощущения какие-то, вот, касательно этого момента? Вот, во-первых, сразу скажи, что это вот реально классный опыт. То есть у меня одновременно был и опыт роста в одной компании, то есть когда ты, да, сначала ты вроде наравне с ребятами, а потом ты уже такой внезапно их руководитель, и ты уже там начинаешь найти их зарплаты, решать какие-то вопросы, то есть там кого-то нанять, кого-то уволить. И вот это одно. Вот, как ты правильно сказал, прийти вот в компанию, где уже сформировано, другое. Вот что, наверное, было сделано очень правильно, вот, руководитель, который меня нанимал, он в качестве последнего этапа собеседования устроил мне такую сходку с моими, вот, с моей прямой командой. Ну, потенциальными будущими, с твоими подчиненными. Да, то есть там четыре темлида, два архитектора, вот, а он меня с ними запер там на полтора-два часа в переговорке, и они просто погнали меня закидывать разными вопросами. То есть там что-то было формата такого, вот, Егор, смотри, есть у нас там вот такая-то проблема, что с ней делать будешь? Ну, вот, это такой, ну, не знаю, там, вот я делаю это у себя в Рамблере так-то, тут попробуем, ну, так же, может, еще вот так, вот так, они такие. Слушай, а интересно, кстати, они вот какие тебе вопросы задали? Ну, то есть, понимаешь, что они там, навряд ли они у тебя спрашивали там, типа, ну, там, таблицу умножения, совсем там, типа, напиши мне там сортировку пузырьком, типа, ну, нет, скорее больше какие-то такие вот архитектурные, все-таки управленческие, да, вопросы. То, что их реально беспокоило, по сути. Да, 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 там было формата, вот, смотри, мы у нас сейчас, там, мы вообще релизимся супер нерегулярно, никто не понимает, когда, как сделать так, чтобы это могли делать нормально. Или, вот, не знаю, там, ты топил за один архитектурный подход в Рамблере, а мы, знаешь, тут работаем немного по-другому, не будет ли вот так, что ты придешь и к нам его же притащишь? Ну, да, то есть, со своим усталом, что в монастыре, так сказать, не работает. Да, или вот любимый вопрос был, ребят, а вот, ну, ты же айосник, ты же вот уже много-много лет айосник, руководил айосом, а тут и мы есть андроидщики, а ты вообще, ты там что-то... Осознаешь, ты понимаешь, что у нас тут происходит. Да, ты там вообще-то отдупляешь, или ты будешь, там, не знаю, на нас внимание обращать, как-то погружаться, или ты целиком в айос уйдешь. То есть, вот, такого рода вещи. То есть, в основном, да, они там проверяли не столько знаний, а сколько, вот, как и будут реально решать какие-то проблемы, вот, которые у них стоят. И это было прикольно, потому что, мне кажется, что тогда получилось какой-то такой кредит доверия у ребят, уже минимальный какой-то хотя бы получить. То есть, они поняли, что это не просто какой-то чувак непонятный снаружи пришел и навязали, а вроде норм. Не, не, но я думаю, что в конечном итоге их мнение тоже было не последним при, скажем так, в результате, да. То есть, там, руководитель тебя просто беседовал, может быть, его, в принципе, все устраивает, а потом, значит, пришли, вот, ну, после этого, как бы, такого собеседования именно с дичиненными, они могли прискать, слушай, там, Вась, он что-то вообще как-то, да, вот мы там три из четырех против, да, и как бы он навряд ли бы тебя, ну, в смысле, тогда бы, мне кажется, нормальный руководитель бы наоборот не взял, да, то есть, это же вполне можно. Слушай, ну, клево, клево бы все получилось. Давай, наверное, тогда же потихонечку поговорим там, ну, и про Авито, и как здесь все устроено, и какие-то технические вещи. Расскажи, что вот так ты называешься руководитель платформенной разработки, да, я думаю, немногие знают, и как-то вообще, наверное, стоит немножко рассказать, в принципе, вот, что такое платформенная разработка и вообще. Ну, вообще, значит, я совсем дилетантов, ну, все поняли, что такое Авито, да, вот, всех спрашивают, ну, что там, блин, это же там, шмотки продать, там, будут, как бы... Ну, нет, стандартный ответ, Авито – это барахолка за МКАДом пять человек. Да, 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 вот, на самом деле много всего, там, мы понимаем, что есть там десктоп, там, веб-версия, я уж не знаю, там, и там всякие сервисы отдельные для личных кабинетов, пользуются личные кабинеты каких-то более профессиональные там вещи, которые там какие-то, не знаю, дистрибьюторы еще продают, так, я имею в виду, уже на потоке, да, и мобильные приложения, вот, расскажи, вот, где в этом во всем месте занимает, вот, что такое платформа, да? Ну, смотри, во-первых, сразу, я не руковожу всей платформой, платформа у нас делится на три части, это клиент-сайт, систем, это облако, эксплуатация, железо, и это ДБАшники, ну, вообще, ДБАшники, все же с ними связано. Хорошо, да, в данном случае, клиент-сайт, в данном случае, это в том числе и бэкэн-сервисы какие-то, которые тебе дают информацию. То есть, если прямо вот так, именно по частям системы, это десктопный веб, мобильный веб, iOS, Android клиент, и API-шка, с которой они работают. А вот уже то, что ниже API-шки, там уже непосредственные микросервисы, то есть, как они работают, какая у них архитектура, это вообще, как там они в кластерах живут, деплоятся, вот это все, это уже вот другая часть. Ну, понятно, да, да. Вот, то есть, пока мы примерно вот так это разграничили. Не, ну, понятно, кстати говоря, для тех, кто вдруг, кому интересно послушать, у меня в гостях был и Миша Тюрин в свое время, там, и Вангус, в общем, так что есть про что, про бэкэнд-часть, скажем так, Авида послушать, так что слушайте предыдущие, прошлые выпуски. Так, а Рома Дворнов же был у тебя тоже, да? Рома был у меня очень давно, когда еще мы с ним говорили, там, про Блазерс, и вот, мы все собираемся записать про его новые современные штуки, вот он тут ходит, там машет, стучится в переговорку практически, ну, я думаю, мы с ним тоже напишем обязательно. Ну, вот Рома, как раз он тоже вот в этой нашей клининсайдовой платформе, я думаю, еще тоже там поговорим про его часть. Вот, и, ну, давай, наверное, тогда, чтобы стало понятно, чем занимается платформа, расскажу вообще, как устроена организационная структура Авида. Да, это тоже один из интересных вопросов, давай. Короче, есть у нас, ну, скажем так, есть разработка и остальные функции. Разработка – это тех, технический департамент, то есть, там, бэкэнд-разработчики, фронтэнд-разработчики, куашники, девопсы и прочее, прочее. Есть дизайн-дизайнеры, продакты и BI – это аналитики. Это такие четыре большие функции. Вот все они вместе, по сути, формируют такую разработку Авида. Ну, и помимо этого, дополнительно, там, саппорт, модерация, продажники. Ну, это, скажем так, больше уже не столько технологических стек, скорее, какие-то пользовательские клиенты, клиенты. Да, поэтому все, вот они, короче, за кадром. Я вот рассказываю только про то, как разработка устроена. Мы делимся на вообще такие кросс-функциональные юниты. Юнит – это команда из людей, там, из разных разработчиков, которые объединены какими-то общими целями. Он может формироваться вокруг какого-то сервиса, не знаю, например, мессенджер. Или вот что чаще, вокруг какой-то определенной потребности пользователя. Вот, наверное, сложно так на словах. Да, потребность пользователя как-то вот. Мессенджер понятнее, а вот потребность – это… Ну, вот, к примеру, есть юнит, который решает все, что нужно покупателям на Авида. То есть, те люди, которые не подают объявления, а приходят, там, пишут в поиске, я не знаю, детская коляска, смотрят выдачу, нажимают на объявление, нажимают на контакт. И, короче, вот все, что им нужно. Вот этот workflow – это вот как бы отдельный такой бизнес-юнит. А в этот workflow уже входит все. Это там и качество, и релевантность поиска, и как это выглядит UI-чик, и там хитрые фичи, как там, допустим, поиск на карте недвижки какой-нибудь. Ну, какие-то подсказки, вот еще посмотреть, вот это там сайты и прочее что-нибудь. Да, в общем виде, да. Конечно. Вот. Или, например, команда, которая отвечает за доверие пользователей к сервису. А это уже они пронизывают вообще весь сайт. Это там, не знаю, разные всплывашки в каких-то местах. Это авторизация и регистрация хранения их данных. И вот, короче, вот такого вида. Ну, достаточно интересно. Потому что одно дело, когда там, да, просто конкретная функциональность, там, не знаю, ну, месседжи, ну, все понятно. Вот где-то окошко, где ты можешь там поачать, что-то написать, вот оно функционаловое понятие. Да, другое дело, когда вот, как ты сказал, доверие пользователей, такая штука размывчатая вообще, то есть расплывчатая, то есть она, да, с одной стороны какие-то всплывашки, то есть вот, типа, вот вы безопасны, там, не переживайте, какие-то такие вещи. Это еще про то, что, как мы работаем с мошенниками. К ним же может отнестись какая-нибудь, я не знаю, если бы там, не знаю, как бы рейтинговая система, там, отзывы к продавцам какие-нибудь. Если бы вот это, если это надо будет делать, это, скорее всего, пошло бы в эту команду. Потому что это как раз тоже, по сути, повышает доверие пользователей к сервису. Он знает, что вот, чувак, видимо, у него хороший отзыв, он не мошенник. Они же, например, делали, что в личном кабинете продавца можно посмотреть не только то, что он сейчас продает, а то, что продавал раньше. То есть ты как бы заходишь и видишь, если он там раньше продавал разные личные вещи, что-то еще, он, скорее всего, обычный чувак. Ну, вроде нормально можно купить. А если, я не знаю, у него там, он все время продает какие-то странные мобильники, без коробки, без всего, ну, понятно, что. Вот. Да. То есть вот, короче, примерно такое деление. И вот суть в том, что вот каждая эта команда, в ней должны быть все люди, кто нужен, чтобы полностью там достичь своей цели, полностью сделать фичу, которую они вовнят. А вот с минимумом зависимости от каких-то других команд. Ну, такой, по сути, самодостаточный как бы именно. Типа того, да. Элемент, да, группа. Потом юниты бывают там разного размера. Бывает 5 человек, бывает 30. Поэтому они еще, в принципе, внутри при необходимости бьются на отдельные такие фичи команды. Ну, то есть это просто такое, по сути, структурное деление. Ну, это просто, когда 30 человек, понятно, что нельзя всеми там рулить, поэтому просто они делятся там на чуть-чуть небольшие такие группки, там, или тимлидик и маленькие, которые... Типа того, да. Типа того, ага. Вот. А, слушай, а вот один человек может он только в одном, скажем, бизнесе в этом фиче в юните участвовать? То есть нет такого, что он один человек, там, он и тут, и там, и сям, и вот там. Нет, такого нет. Вот как раз-таки потом мы, наверное, еще поговорим, как мы к этому вообще пришли. Вот пока приходили к этому, пробовали такие варианты. Но сейчас это все-таки строго. Вот один человек, он в этом юните, это обычно какая-то долгая история, то есть это там ни месяц, ни квартал. То есть это прям сыгранная классная команда, которые друг к другу привыкли, знают там каждый там сильные стороны, слабые стороны друг друга, и вот вместе работают. Да, это, кстати, интересный, один из интересных вопросов, который мы сегодня с тобой точно обсудим, потому что вот там типичное, ну, такое привычное формирование, да, когда у тебя просто там есть отделы там по каким-то направлениям, там, принт, бэкэнд, фронтенд, я не знаю, да, и вот там, да, сидит там целая пачка людей, а потом, да, приходит задача, которая, по сути, вот она расплывается, тут вопросы там и коммуникации, и всего вот этого расплывает. Вот интересно, как вы, когда именно ваш опыт, потому что там я про это и читал, так сказать, вы там много пишете, писали где-то на Хабре, еще где-то, вот, и рассказывали, как вот эта трансформация, да, происходила, потому что, ну, интересно, опять-таки, с разных сторон. Потому что, с одной стороны, тут, ну, вот, просто взять поменять, да, надо, во-первых, как-то это промониторить, собрать какие-то метрики, как понять, стало лучше или хуже-то, в общем-то, ну, как бы, да, что-то все пилят, там, код пишется, да, так сказать, там, количеством срок кода это не покроешь никак, это какие-то другие метрики. С другой стороны, как к этому относились именно сами люди, которые там, вот, они сидят, вот, мы сидим, бакенчики, вот, в этой комнате дружно, например, тут приходят, говорят, так, мы тут делим все на юниты, значит, так, Вась, ты вот, значит, туда, ты сюда, вот, понимаешь, да, но если ты можешь рассказать, какую-нибудь затронули, давай, наверное, собственно, продолжим, разовьем, почему нет. Окей, окей, ладно, так, чтобы показать текущую структуру, давай спустимся к тому, как было. Ага. А, кстати, давай такой еще маленький спойлер. Теперь мы уже, скорее всего, буквально завтра на гитхабе выложим плейбук. Плейбук – это репозиторий, в котором мы постепенно будем наполнять и выкладывать всю информацию про вид. Как вот, как раз у нас, какая организационная структура, какие процессы, как они устроены, как это работает. То есть, короче, вещи… Как открытости, в общем-то, все. Да, то есть вещи такой из внутреннего конфлюенса мы будем постепенно переносить во внешку и open-sourced. Вот, поэтому там тоже про это можно будет, в принципе, почитать. Ну, хорошо. Я думаю, как раз к моменту публикации уже все будет, и даже мы ссылочки добавим. Отлично. Во, супер. Вот. Но еще до того момента, как я пришел в Авито, это вот там январь прошлого года, 17-го, выглядело все вот примерно, как ты описал. Была там функция мобильщиков с одним тимлидом, с одним продуктом. В них падали какие-то фичи там от чувака, который отвечал такой, типа, за все, за весь продукт. Он там придумал, что нужно сделать и раскидывал задачи. Там кусочек падал в мобильщиков, допустим, я не знаю, сделать выдачу не списком, а плиточками. То есть, там, по две картинки в ряд. Ну, вот брали эту фичу там тимлид мобильщиков и раскидывал по ребятам своим, по инженерам в команде. Типа, вот ты там вертску сделаешь, ты там, я не знаю, кэширование, ты что-то еще. То же самое. Была такая команда бэкэндеров, была команда фронтендеров, была команда QA и так далее. Да, ну и, соответственно, когда я вот там какая-нибудь фича затрагивал, соответственно, весь стэк, они как-то там старшие, с вами там, тимлиды собирались, обсуждали там, кто чего. Да. У всех своя пачка задач, потому что, ну, много задач, так сказать, да, в стэке есть. Дальше они там, значит, расставляли, вероятно, какие-то приоритеты, потому что там фронтенд говорит, ну, мы вот сейчас запилим, типа, а бэкэнд, черный, а у нас, слушай, тут на ближайшие две недели есть чем заняться, ну, мы где-то недельки через две-три тебе подготовим фронтенд. Вот смотри, наболевшая тема на самом деле. Естественно, как всегда в этой ситуации, ну, ты сидишь в одной такой функции, ты вроде мобильщик, ты такой, ты молодец, ты свою фичу сделал, а из-за какого-то гребанного бэкэндера тебе еще три недели ждать. Вот, вот, да. Типа, ненавижу просто эту тупыль, а. Так. Вот, и это вот, эту проблему, я вот ее глазами не видел, но вот то, что мне ребята рассказывали, как это было, я просто то же самое видел там и в других компаниях, где был там в том же Рамблере, мы сталкивались вот с абсолютно такой же проблемой, вот, то есть у нас было, ну, практически так же было устроено. Ага. Поэтому в какой-то момент тоже решили, что все, хватит это терпеть, давайте будем нормальными ребятами и вот объединять людей в какие-то такие проектные команды. И вот как раз тогда вот сделали первый подход к формированию юнитов. То есть вот уже примерно определились такие направления, типа там юнит для продавцов, юнит для покупателей. Ну, какие-то основные, которые такие уже ключевые, скажем так, как-то вырисовывались. И начали кого-то, какие-то команды вместе сажать, какие-то там еще были разбросаны по этажам, уже работали там с общим бэклогом, по общим спринтам еще почему-то. И были уже какие-то вот эти юнит-лидеры, это продуктовые ребята, которые отвечают за этот юнит, отвечают за то, что он делает, чего он должен достичь и уже генерируют какие-то задачи для этой команды. А с точки зрения вот подхода к разработке, то есть это раньше, я имею в виду, что было, это был такой обычный типичный workflow, ну, waterfall или что-то, или что-то вот просто, чтобы понять, как вы, вот, текущая организация какая-то, что-то типа, ну, такое, а-ля скрамоподобные какие-то спринты вот ты упоминаешь, да, очевидно? Ну, везде свое, доски с задачами и какой-то кейденс там, то есть раз в две недели мы стараемся там за это все тикеты из Туду перенести в ДАН. То есть это, ну, насколько я помню, скрамов нормального вообще нигде не было в тот момент. Слушай, лично у меня такое чувство, что вот скрамы, что всякие эти самые, это вот такие теоретические вещи, а по факту в каждой компании всегда что-то свое, но просто потому, что уже какая-то своя такая микро и макро там флора, скажем, установилась, и, ну, вот, честно, я только слышал, только читал в книжках про то, как вот он скрам там вот прям, как есть, применяется и прям работает. Вот нет, я не видел такого, простите меня, может, конечно, там сейчас набегут скрам-мастера, которые скажут, да ты что, да мы тут везде все внедряем, и все классно, но все что-то свое, ладно, ну, хорошо, вот, значит, стали выделять вот эти вот немножко, более четко формировать какие-то команды, скажем так, да? Да, но у нас все равно остались вот эти функции, то есть как это, получается, работало? Есть вот такая команда юнит, есть там продакт, и сидят там, допустим, рядом с ним разработчики что-то делают, но у каждого разработчика есть еще свой руководитель, у кого-то этот тимлит мобильный, у кого-то это тимлит бэкэнда, у кого-то тимлит фронтэнда, и они могут сидеть абсолютно в другой команде. Да, да, вот я, ага, понимаю. Вот, и как раз вот в этот момент я пришел в Абита, то есть там, не знаю, у меня есть четыре тимлида, у каждого там еще там по четыре, по пять, по шесть, по семь, по десять человек, и они все сидят... Разбросаны и все в разных как бы юнитах получаются. Да, то есть там даже еще часть разбросана, а часть еще вообще без юнита не понимает, куда им пойти. Команды, в которые раскидывают людей, они тоже не очень понимают, сколько им нужно разработчиков, действуют по принципу, а есть, ну давай разберемся. Больше денег не нужно. Нужен, конечно, трое есть, а четвертый, да, давай четвертого, пятый, давай пятого. Все понятно, да. И вот, короче, было, конечно, замечательный скоб проблем, которые надо было зарешивать, типа, ну вот отлично, взял ты себе пятерых человек, и вот давай юниты играть, вот что ты с ними будешь дальше делать. Когда сидеть без дела, это не вариант, да, соответственно, надо либо там у вас стэк-задач должен быть какой-то, откуда его взять, опять же, то есть вот да, только сформировался юнит, ну какие-то, может быть, там наболевшие вот текущие проблемы они есть, но надо же ведь и планировать, так сказать, что дальше делать, что не только сегодня, а что завтра, да, как бы вот как все это планировалось, решалось-то, разделялось. Постепенно. Ну, понятно, да. Ну, на самом деле, во что в итоге пришли, что вот структура, она так постепенно устаканивалась, то есть кто набрал много ребят, то оказывалось, что не нужно, они не смогли там продукты сгенерировать нормальный бэклог, перекидывали ребят другие команды. В процессе этого, там, не знаю, мы с тем лидами им генерировали разные там интересные задачи, там, парефакторить архитектуру, где это было нужно, там, обновить библиотеки, забелить какую-то фичу классную, продуктовую, вот в таком виде. И поддерживали вот это, пока ребята так более-менее по вот этим юнитам не устаканивались. Но все равно осталась вот эта проблема, что вот ты обычный разработчик, ты сидишь в какой-то продуктовой команде, ты пилишь фичи, там, у тебя есть свой продукт, у тебя есть там другие ребята-разработчики рядом, и все бы, казалось бы, клево, но есть еще какой-то у тебя тем лид. Тем лид, он сидит на другом этаже чаще всего, он с тобой встречается там раз в две недели на вандуване, и он особо не знает, что ты делаешь. То есть, там, ты ему пытаешься рассказать, но у него таких же, как ты, еще там шесть человек, каждый работает в своей команде, просто не может удержать в голове, что каждый делает. Логично, да. И вот все равно этот человек почему-то оценивает то, насколько ты хорош, насколько там, что тебе надо прокачать в плане, в своем плане развития, чтобы стать сеньором, что, там, не знаю, сделать что-то еще, и из-за этого появлялись, там, не знаю, очень классные вещи, типа, там, не знаю, в какой-то момент я там разрабатывал матрицу навыков, там, для мобильных разработчиков, что, типа, стать сеньором, ты должен, там, быть advanced в базах данных, там, в чем-то, в security, это значит, там, не знаю, что ты каптиарему должен знать, там, там, первую, вторую, третью нормальные формы, еще что-то, обязательно шарить в security, и в итоге чувак сидит в каком-то unity, где ему, там, в основном надо красить вьюшки и двигать их, и ему почему-то нужно, чтобы стать сеньором, выучить вот это все, он это в работе не применит в ближайшие полгода на текущем месте, естественно, он это забудет, это такая, получалось, какая-то странная работа ради работы, то есть, там, движение ради процесса. И даже с точки зрения мотивации, как бы, человек смотрит на этот открытый, как бы, матрицу, понимает, что ты можешь, чтобы стать, значит, сеньором, нужно вот это, и тут он понимает, что, ребята, у меня так смотрят, и понимает, что, там, последние 2-3 месяца он только, вот, значит, там, вьюшки, и где тут задача по security, а просто так найти время, ну, как бы, сразу так немножко... Вот про найти время, ты, кстати, тоже хорошо сказал, это же тоже довольно замечательно, ты разработчик, тебе продакт говорит, на, вот, делаем такие-то, такие-то фичи, и твой темлит еще говорит, знаешь, что, а вот неплохо бы... Еще вот это, вот это, вот это. Да, знаешь, вот, вот, я тебе же говорил, что надо security выучить, а вот давай ты нам проверщики вся и сиди на security встроишь. И такой, когда ночью, я не знаю, мне продакт не дает. И здесь там были всякие разборки, кто, какой процент времени разработчик должен делать одно, какой процент времени другое. И, короче, было очень-очень-очень более... Нет, ну, когда у тебя больше одного руководителя, тут, как бы, это однозначно, там, будет конфликт интересов. Даже не то, что он специально, просто вот он неявно, потому что, ну, как бы, люди между собой там не пересекаются, и, соответственно, надо это упразднять однозначно. Вот, но были, конечно, и плюсы определенного этой структуры тоже, что вот пока была вот такая функция, которая вот все-таки всех ребят объединяла, они вот тесно общались между собой, то есть там очень дружная группа, там, не знаю, айосников, андроидщиков, они там постоянно собираются, обсуждают свои проблемы, вырабатывают какие-то практики и, в принципе, растут вот как эксперты в своей области. Ну, кстати, кстати, да, хорошее замечание, потому что, действительно, когда ты там один в команде, да, команда большая, она там продуктовая, но ты в ней один, там, не знаю, айосник там или андроидщик, тебе сложно где-то тебе еще с другими андроидщиками пообщаться, если они там в своих продуктовых командах и своими вещами занимаются, может быть, другими и тоже интересными, которые тебе где-то могут пригодиться, да, то есть, получается, вот это чуть-чуть рушилось, скажем так, общение именно внутри профильное, скажем так, да? Да, и вот это как раз давалось довольно тяжело, то есть, там, многие ребята не хотели как раз пересаживаться друг от друга, уходить в команду, ну, потому что, не знаю, там, еще буквально несколько месяцев назад это были те самые бэкэндеры, за которых ты, короче, страдаешь, ты не можешь нормально выпускать, а теперь говорят, там, от твоих нормальных ребят отсесть, вот сесть к ним и работать рядом с ними, такой, боже мой, вообще, ну, это конец жизни, как я это буду делать? Тяжело заходило на первых порах, прям, в реальном некоторых случаях было просто, в некоторых сложнее, в итоге все, ну, в итоге прошло нормально на самом деле, потому что, ну, вот, вот эту проблему ослабления функций начали решать через введение сообществ. Сообщество, по сути, там, это кружок по интересам, то есть, вот, айосники, они там продолжают раз в неделю собираться, обсуждать какие-то важные для них темы, то есть, в какой-то момент это чуть затухало, как только мы по юнтам распределились, потом снова пошло на возрождение, когда они снова вот расселись, потом подумали, а что, в принципе, все равно мешает друг с другом общаться, качать какие-то скиллы, там, не знаю, обсуждать конференции, на которые мы съездили, и снова как-то, как-то, как-то это пошло. Ну, просто, так сказать, вот это общение, которое было размазано, там, условно говоря, внутри команды в течение, там, дня, условно говоря, оно просто вылилось в более конкретное, скажем так, но более насыщенное общение в виде каких-то вот этих там встреч, таких, ну, локальных метапчиков, что называется, что-то такого. Да, а часть ребят стали качаться в таких дженералистов, то есть, которые могут не только, допустим, вот раньше был фронтендер, а теперь он еще и при необходимости опишечку себе напишет, микросервис какой-нибудь поднимет, там, и вот каждый, многие начали стараться себе вот эти T-shaped skills развивать, то есть, когда у тебя, ну, T-shaped skills, вот буковка Т, это вот такая длинная палочка, это твой основной навык, а вот то, что вбок, это что-то еще, чем ты можешь команде помочь. То есть, вот это зашло, в принципе, хорошо. Слушай, а были те, кто вот именно хотел как-то идти, вот, что называется, вглубь, потому что, ну, есть люди всегда, которые кому-то интересно в шире развиваться, и, в принципе, я вот, например, сам считаю то, что это более правильно, в конечном итоге, ну, такой. А есть люди, которые вот, как бы, ему, наоборот, хочется быть там суперкрутым, там, писать супероптимальный, там, код какой-то, ему вот неинтересны, там эти смежные технологии. Были и есть, то есть, мы ценим и дженералистов, и таких узких экспертов, для них всегда тоже есть какие-то задачи. То есть, много таких как раз у меня в платформе, об этом вот сейчас еще поговорим. Много таких и в продуктовых командах. То есть, допустим, не знаю, у нас есть крутые специалисты по качеству поиска. Ему нет смысла превращаться в дженералист, это крут чувак с уникальными скиллами. Если мы его заставим, там, не знаю, вьюшки красить, это просто, ну, да и он не захочет, это просто глупо будет довольно. То есть, да, они просто занимаются такими задачами. Ну, просто для них, скажем так, ну, по понятным причинам, просто именно их усилия направляются в ту область, где как бы это имеет смысл. В принципе, ну, да. И это тоже зависит, опять-таки, вот этого, так сказать, там, продукта, ну, фича оунера, который, тимлиды команды, вот этой фич-фич-фичи, фич-тимы, да? Ну, да. Вот. Короче, и вот жили мы какое-то время вот с этой проблемой, что два руководителя, ты сидишь в команде, все вроде бы устаканилось, но вот эти вот проблемы оставались. И в итоге, в какой-то момент сделали следующий шаг нашей трансформации, добавили в каждую команду тех юнит-лида. То есть, был юнит-лид продуктовый, теперь появился техниковый юнит-лид. Он именно тех-лид, именно вот этой, как бы, командочки. Да, то есть, что, во-первых, он такой регулярный менеджер всех ребят, всех технорей в команде. То есть, на нем вопросы найма туда, вопросы повышения, развития, всего вот этого. Помимо этого, он же отвечает за техническое качество того, что делает эта команда, то есть, там, за стабильных сервисов, которые она предоставляет, за их качество, за безопасность, за, там, разбор инцидентов каких-то, за архитектуру решений, которые они делают. И за то, что команда, когда коммитится, выполнит там что-то в спринт, то она вот это выполняет. То есть, как раз еще за вот это вот, за планирование. Да, по сути, за планирование. Вот. Это, в принципе, может быть, один из тех же, как раз, и самой команды, да, то есть, кто-то там, ну, кто более там разбирается. И, собственно говоря, и оунер так же, или все же это разные люди у вас, по большей части именно. То есть, у нас... Нет такого, чтобы именно и технический, техлит, ну, как бы, оунер, да, команды были одним лицом. Вот в продуктовых командах это разные люди. То есть, продуктовый, он отвечает за стратегию юнита, за там связь с бизнесом, за исследования какие-то, то есть, какие фичи делать. Технический, он именно вот за техническую часть. Чаще всего это были ребята из команд, то есть, как раз много бывших тимлидов стали вот этими техниками. Ну да, которые так или иначе в какую-то он фич команду попали, очевидно, что он все же был тимлидом, и это значит не просто так, то есть, он может чуть больше, и поэтому он неявно стал, в общем-то, первым кандидатом на техлит. Ну да, чаще всего это, причем, вот что интересно, это стали бэкэндеры имя, то есть, именно такие тимлиды, которые были в бэкэнде. Вот, вот, вот видишь, вот есть такое мнение, мы не будем, конечно, развивать холивар, кто круче, но, да, на заметочку возьмем, хорошо. И там нескольких ребят снаружи позвали, ну, в общем, тоже так, тех лидов набрали, и в итоге, вот, от тимлидов полностью перевели команду к ним. Здесь, конечно, тоже был ряд интересных проблем, вот формата, что, не знаю, вот был ты бэкэндером, стал ты техлидом, и тебе внезапно дали фронтэндеров и мобильщиков. В том числе, делать вообще непонятно. С одной стороны, хороший стимул немножко прокачать свои, вот эти, так называемые смежные скиллы, в том числе, там, и во фронтэнде, и там, в мобильных сферах. Ну, вот да, для этих лидов стало таким интересным челленджем, там, многие приходили там ко мне, допустим, Егор, расскажи, а что там в мобилках, что почитать, там, что сделать. Кто-то, там, не знаю, отгораживался в итоге от какой-то технической части по клиентсайду, там, не знаю, говорил кому-нибудь фронтендеру в команде, вот ты эксперт, давай вот ты будешь, вот как эксперт за эту часть отвечать, а я буду просто как менеджер это контролировать. Такое делегирование вполне себе технической экспертизы, в принципе. По сути, да, и это, в принципе, правильно, потому что, вот не знаю, там, один человек, ему довольно тяжело совмещать все вот эти шапочки, вот ты вроде и за секьюрити должен шарить, отвечать, и там, за полностью понимать во всех всех платформах, которые есть, но это реально очень сложно. Поэтому, чаще всего, да, вот какие-то такие технические вещи, они делегируются там экспертом внутри команды. Ну, мне кажется, знаешь, это вполне такое, как логичное, в общем-то, по жизни оно так и происходит, потому что, ну, даже если ты там хорошо, в принципе, какой-то там тим лид, тех лид, неважно, все равно есть какая-то область, из которой ты вырос, с которой ты по-любому лучше разбираешься, там, ну, не знаю, я там из бэкэнда, ты там, вот из там, в iOS, а очевидно, что, ну, в iOS ты разбираешься лучше, чем там в бэкэнде, или даже в фронтенде, ну, просто потому что опыта больше, и вот, конечно же, какие-то более технические сложные вещи, но проще, и мне кажется, правильнее, что самое-то главное, да, согласись, отдать, который человек вырос, что называется, там, не знаю, из фронтенда, и просто, так сказать, да, внешне ты должен, безусловно, разбираться, понимать, но специфику, конечно, проще давать. Получились у нас в итоге юниты такие с тех лидами, и тоже все, все казалось бы, хорошо, все круто, но юнитов таких много, несколько десятков, и, соответственно, вот там, не знаю, нашему сетево довольно тяжело следить одновременно за несколькими десятками тех лидов. Ну, еще бы, да. Ну, поэтому, как всегда, ну, как решается любая проблема такая в программировании, вводится абстракция, то есть там нет ничего, чего нельзя решить еще одной абстракцией. Так. Да, поэтому у нас появились кластера. Кластер – это набор юнитов, объединенных вот чем-то, по какому-то принципу. Допустим, там, не знаю, есть там C2C кластер, это все команды, которые, да, да, команды, которые делают то, что нужно обычному пользователю, или там B2C кластер, это все, что связано там с бизнесом, с монетизацией, с деньгами и прочим. И вот таких, и такие кластера были продуктовые и технические. Вот технические – это как раз платформа. Теперь давай я попробую перейти к платформе. Это обычно долгий, сложный рассказ, как все это устроено, вот как раз в плейбуке постараемся схемки даже добавить. Нет, но все равно, то, что мы обсудили, мне кажется, оно очень, как раз, знаешь, так, контекст задал вот всей специфики, что команды, как они все устроены, как раз сейчас, мне кажется, вполне логично будет и более понятно, как выделилось вот это платформенная составляющая всего. вот мне нравится рассказывать про трагедию общин. Знаешь, да? Ну, наверное. Это такой термин из теории игр. Вот есть какое-то пастбище, есть там, не знаю, несколько фермеров, они пасут на нем коров. Пока каждая корова там немного щиплет травки, все, казалось бы, хорошо. Все хватает, все хорошо, да, прекрасно. Но в какой-то момент все фермеры идут на курсы по эффективному менеджменту, возвращаются и начинают действовать предельно рационально. Они докупают больше коров, коровы там, не знаю, едят больше травы, дают больше молока, он продает молоко, покупает еще больше, больше коров, и действительно, каждый фермер молодец. Он делает так, чтобы ему было лучше. Он действует очень круто, молодец, выполняет свои метрики. Но в итоге коров у всех становится много, они съедают все пастбище, травы больше нет, все коровы умирают, фермеры идут по миру, то есть, казалось бы, каждый из них молодец, но вот из-за того, что и был какой-то общий шаренный ресурс, который они расходовали в итоге нерационально, все потрачено. И вот здесь было примерно то же самое. То есть, каждый юнит это такая независимая команда, которая в основном думает о той части продукта, которую она делает. Ну, логично, конечно. Да, в ее задачах будут привести эту часть к успеху. И она ничего не знает про другие, очевидно. Ну, скажем так, почти, я имею в виду, поверхностно, это не в счет. И, а ресурс у нас все равно один, мы делаем один продукт. Мы там работаем, не знаю, в монолитных приложениях. Там, не знаю, мобилки это априори монолит, от этого тяжело уйти. Сайт там тоже монолит. И вот если каждый будет думать только о себе, то в итоге общая система-то развалится. Да, да, это, собственно, мы еще обязательно углубимся. Тут интересные технические вопросы. Когда команды стали изолированы, да, окей, мы там делаем поиск, но очевидно, что поиск не является самодостаточным приложением. Да, это вот, как ты верно сказал, кусок. И очевидно, что тут вопросы, и встраивание, и выпуска там релизов, и интеграции со всем вот этим. Вот это большой пласт, так сказать, куда копнуть есть. Вот, и ты сейчас только что объяснил, зачем мы появились платформы. Хорошо. Да, это как раз вот те ребята, которые выступают, которые должны сделать так, чтобы вот в условиях наличия общего ресурса каких-то независимых чуваков система все равно летела. И здесь это сразу какой-то пласт работ. То есть, если говорить про меня, вот про наш клиент-сайт, мы отвечаем за релизы, за ускорение этих релизов, за архитектуру наших приложений, вот как раз за то, чтобы там каждому выдать по кусочку функциональности, каждый там делает, что хочет, но вместе система все равно летит. там за перформанс клиент-сайда, за какие-то общие тулзы, общие библиотеки, общие там инструменты и за там оптимизацию разных этапов цикла разработки. То есть, там, не знаю, условно, за то, чтобы pull request'ы проходили быстрее, там, за счет технических оптимизаций. Вот примерно... Слушай, ну, хорошо, расскажи, вот как вы к этому опять-таки шли? То есть, вот у вас там были, значит, там, опять взглянув назад, вот, значит, люди, которые там просто отделы, потом разделили их на вот эти, так сказать, бизнес-юниты, которые вроде как стали заниматься конкретными маленькими своими. Но, тем не менее, там, с точки зрения технологической составляющей, да, проект есть. Как вы вот начали, с одной стороны, выделять вот эти функционалы, ну, опять, вы живете там в одном куб, там, в одном репозитории, не знаю, да, который там просто вот приложение, ну, вот там, не знаю, у вас там, не знаю, моно-не моно репозитория, ну... В андроиде моно. Ну, хорошо, андроид... А во всем остальном нет. Ну, неважно, там, пачка репозиторий, так иначе, там, там, с обмодулем, неважно, как связанных, но, там, одно приложение, конечно, да, вот как вы вот эти кусочки стали выделять и как интересно стали их вот контролировать, как ты сказал, чтобы при сливании, да, при выкатке новых там фич каких-то, да, тем не менее, общая картина-то не рухнула, потому что каждый там свой кирпичик-то пилит, пилит, вот, значит, у них там, окей, предположим, ну, хотя тоже интересно ты расскажешь, вот там, своей командой, понимаешь, что у него там есть там юнит-тесты, какие-то там интеграционные тесты, в случае, если там много чего-то задрегать, да, и вот вроде бы, да, вот мы там запилили, значит, новую штучку, там, автокомплит, он там стал супер у нас быстро работать, смотри, как классно, а потом, как бы, как понять, что когда все это попало в единый продукт, вылилось, и там не замедлило, потому что там слишком много запросов, и это там из-за этого замедлилось что-то в другом месте, да, вот, вот такие вопросы, как это все. Вот, я сейчас думаю на примере чего ложишься, ты прям просто огромную участку. Она большая, да, я даже не знаю, с какой стороны подойти. Я тоже думаю. Мне вот, допустим, очень нравится то, что мы в итоге сделали с релизами вот мобильных приложений. Это прям такой хороший показательный кейс, который у нас получился прям очень круто. Ну, давай, давай с него начнем. Вот, да. Как было? Как я уже тоже набросил, одна из проблем, когда я пришел, была, что вот мы релизим мобильные приложения нерегулярно, сложно, непонятно, и вот вообще в чем была основная проблема? В какой-то момент хочется сделать релиз. Ну, то есть там прошло где-то месяц, есть ощущение, что нагенерировали много всего, пора выпустить пользователя. И вот как только ты хочешь собрать сборку и там начать ее тестировать, к тебе прибегает какой-нибудь продакт, такой говорит, чувак, ну, стопэ, стопэ, стопэ. Срочно нужна вот эта фича, без нее никак. Да, даже не срочно такой, ну, смотри, мы фичу делали два месяца, нам остался день. Ну, ты что, не мужик? Подожди. Мы же друзья с тобой, подожди. И, ну, ждешь. Подождал, начинаешь собирать, прибегает следующий и говорит, а вот, да, вот теперь срочно, 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 вот эту фичу тоже надо доделать. И вот этот этап, он мог растягиваться прям очень-очень-очень долго. Это была одна из проблем. Вторая проблема, что вот это все в итоге, все эти фичи собрали вместе, есть вот это приложение, и вот опять же, каждая команда свой кусочек вроде как протестировала, но в интеграции-то, ну, никто не смотрел, как это работает. Ну, да, потому что нет единой команды, которая бы вот за всем этим следила. Вот как раз не единая команда вот эта была, то есть когда мы делились на юниты, остатки функций, они объединились в команды под названием там Avito iOS, Avito Android, Avito Web. Это вот такие самые мощные технические спецы остались. Они как раз вот должны были делать релизы, там решать какие-то, не знаю, крупные проблемы, там исправлять крыши. То есть у них была как раз супер неопределенная зона ответственности. А, слушай, вот это... Это вот чуваки, которые просто, ну, они решат проблему, потому что они крутые. Вот, примерно такая логика была. Так. Вот, и в итоге вот эта команда, допустим, Avito iOS должна была зарелизировать это приложение, в ней были два тестировщика, и они садятся, и там 10 или 12 дней делают полный регресс приложения, потому что приложение, ну, реально огромное, фич там очень много, строк кода там просто несколько миллионов. И вот просто ребята, которые не знают эти фичи, не понимают, что они сделали, они пытаются вникнуть, как они работают, понять чужие тест-кейсы и все это протестить. И в итоге вот это все проходит, вот это огромное количество времени, кое-как ты выпустил приложение, и дальше эта история начинается снова. Что вообще в итоге мы сделали? То есть первое, это релиз трейна. То есть в какой-то момент сказали однозначно, что все, ребят, как бы вот это больше, вот это подождите нас день, подождите нас там несколько часов, это не работает. Мы, как бы у нас есть приложение, общий ресурс, мы не можем ждать какой-то, там 15 команд не могут ждать одну. Там у кого-то свои, кто-то там уже маркетинговую компанию запланирует на новую фичу, кто-то сделает что-то еще. Поэтому, ребят, сорян, вот у нас есть календарь релизов, там каждый четвертый понедельник месяца в такой-то, там, не знаю, в 18 часов мы режем веточку и начинаем релизиться. Все, фиксируем и погнали, да. Ох, это было так кроваво. Прибегали менеджеры с слезами, просто умоляли, хватали за штаны там, нет, ну пожалуйста, ну подожди еще 15 минут, ну вот сейчас уже все будет. Это был просто, это был очень интересный период жизни здесь. Это все было, там были истории про то, что ну как, 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 это же, ты что, пользователей наших не любишь? Мы же ради добра, мы же за все хорошее, против всего плохого. Я же не могу ждать еще целых там 4 недели. Да, да, да. Вот это, короче, вот через это все проходили, реально приходилось вот здесь включать такого прям очень жесткого там, очень жесткого чувака, чуть ли не вахтера, который говорит, ну ребят, сори, но нет. Нет. Вообще нет. И в итоге я, ну, всегда надо ставить людям какую-то лазейку, и договорились, что просто, если вы хотите, чтобы ваша фича вышла, и вы говорите, что вот вы просто там из-за планирования не успели на несколько часов попасть, эскалация через головного продакта, через CBO, через новой стоп. Ну, в принципе, хороший вариант, да. Если он сочтет нужным, что действительно прям вообще капец как бы. Один раз. Приказ сверху, да, приказ сверху, тут уже ничего не поделаешь. Даже ты. Да, и это вот произошло всего ровно один раз. Вот один раз была реально важная фича, которую действительно надо было кровь из носа выпустить. Мы действительно, и то мы роднее не задержали, мы просто катнули в неочередной релиз. Все. Это вот как раз прям очень хорошо помогло, и вообще вот всю эту историю мы называем у себя Zero Tolerance. То есть, типа, вообще нулевая толерантность чуваки, расписание, график, извините. И, ну, потому что вот даже когда делаешь там послабление на час, на два, на три, казалось бы, это немного, но это создает эффект разбитых окон здесь. И мы пробовали в какой-то момент, в какой-то момент чуть-чуть отпускали вот это там, иногда можно немного подождать, и вот реально за счет эффекта разбитых окон оно начинали проявляться там более серьезные ошибки. То есть, часто получалось, что вот фича, которая просит подождать всего там несколько часов. Да, она скажет, делается на скорую руку, и в итоге просто боком умирается. Ну, логично. Почти все такие фичи, они рвали там на каком-то другом этапе релиза, из-за чего там на общей фейл и все. Вот. Это была первая оптимизация. Вторая, мы вот сказали, что как бы все, ребят, вот знаете что? Вы юниты, вы молодцы, вы говорите, что вы полностью контролируете цикл разработки своей фичи. Раз контролируете фичу, вы должны отвечать за ее качество. Поэтому вот какая-то команда, которая за вас делает регресс, это на самом деле тоже фигня. Потому что как раз получалось, что ну, ну, а зачем юниту тестировать фичу, если есть молодцы ребята, которые вроде не твои, ты там, ты знаешь, что за тебя ее протестят, и ты за это не платишь временем ребята своей команды. Ну, зачем как бы на него тратить? Ну, кстати, да, ты еще не упоминал того, что у вас в юнит-командах нет тестеров. Вот я не слышал в дальнем времени даже пока беседы. Все же они входят в каждую команду. Тут довольно интересно. В каких-то есть, в каких-то нет. Где-то это отдельные люди, функциональные тестировщики, где-то эту роль там выполняют члены команды. То есть прям очень по-разному. Но в целом мы не поощряем закидывание там в команд кучи функциональных тестировщиков. То есть если у вас много тестов, которые нужно делать, у вас там много чего нужно проверять, вкладывайте в автоматизацию, ребят. Вот мы вам сделаем инструменты, мы вам поможем какими-то практиками, но закидывать людьми это, ну, не вариант. Так, хорошо. Вот. То есть, ну, получается, была вот эта ситуация, что юнит за качество не отвечает, знает, что за него протестят, и поэтому вот на этих ребят, в этих командах, которые отвечали за релизы, падало куча, вообще куча всего. Ну, угу. Поэтому в какой-то момент сказали, знаете, вот через там, через два релиза мы перестаем тестировать его. И чуть-чуть прокачали процесс. То есть там и добавили релиз кандидаты, сказали, что вот собираем первый релиз кандидата, даем вам там четыре дня на проведение регресса вашей функциональности в вашей команде. Если находите баг, делайте правки. Мы делаем еще одного релиз кандидата и проверяем интеграцию уже после этих правок. Здесь уже, кстати, заходили, заходили с умом. То есть мы вот весь регресс там поделили по командам, посчитали, сколько там по времени у каждой команды выходит на выполнение этого регресса, построили как раз графики и вот всегда следили за вот такой топовой линией, а вот у какой команды дольше всего делается вот этот регресс. В эту команду влезали там ребята, там есть у нас крутые QA, там, Unit QA, они такие, они отвечают там за какие-то инструменты и практики, они прям крутые теоретики, которые узнают, как прийти тебе и сделать так, что тебе тестирование перестало быть больным местом. Вот. Они туда, если что, вырвались с такой команды, помогали им вот это временный регресс срезать. Там всякие разные практики типа импакт-анализа, то есть там не надо тестировать весь регресс, надо сесть, посмотреть, а что действительно мы в системе поменяли, и вот тестировщик с разработчиком смотрит, а на что это за аффектило вообще? Из этого выбирают только те тесты, которые этот функционал покрывают. Там, это одна из практик. Потом, я не знаю, там, попарное, вот что-то есть, а все время забываю. Это там про то, что не нужно тестировать все комбинации всех параметров, а вот там правильно, короче, их подбираем, можно нормально сократить. И вот постоянно мы следили за тем, собирали метки, сколько вот у каждой команды на эти этапы уходит времени, помогали им, и как только видели, что времени вот на это тестирование становится меньше, мы вот потихонечку это ужимали, вот время, которое им даем. И вот за счет этого мы постепенно там от четырехнедельного цикла релизного вот все сокращали, 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 и вот делали, в итоге вот сейчас перешли на две недели. И вот на, то есть раз в две недели мы релизим каждое приложение, и у команды уходит один день на регресс, не больше. И уже кто-то в рамках этого дня там тестит час, кто-то шесть часов, прям по-разному. Нет, ну с четырех дней там до дня как бы сократить это довольно-таки существенно, так, извините. Но при этом еще, соответственно, осталось, я так понимаю, все равно вот это функциональное, кросс-функциональное, так сказать, ну кросс-фичи, скажем так, тестирование, которое затрагивает все, потому что каждая команда, конечно, свой кусочек протестировала, даже регрессию там, но есть вот именно общие, когда мы все собрали со всех в РЦ-кандидат, в релиз-кандидат. Вот, а вот смотри, мы как раз собираем этот релиз-кандидат и даем всем командам его тестировать. каждая команда тестирует свою фичу, но в рамках релиз-кандидата. Да, да, все так. И вот даже не просто свою фичу, они как раз проводят импакт-анализ и смотрят, а что все команды в этом релизе поменяли, что могло заэффектить их. Все-таки это там монолит, поэтому может быть, что там одна команда что-то у себя сделала и это повлияет на всех. Ну да, безусловно. А как-то команды, команды, соответственно, они вот, ну при подготовке к релизу, да, как они обмениваются информацией, то есть они там где-то описывают, ну аля, релиз новых, ну что-то какое-то небольшое описание того, что мы поменяли, ты же не полезешь там высмотреть код, там каждый команд, да, что там они там по коду где-то поменяли. Очевидно, что хочется какой-то такой тезисный вот эти вот планчик, что нового, что поменялось, помимо тебя, твоей команды. У нас там одно время в конфлюенсе были такие таблички релизов, где каждый юнит указывал, какая фича войдет в релиз, в каком там она статусе, то есть там в разработке, протестировано, не протестировано. Вот были таблички, потом мы накрутили автоматизацию получше через жиру, когда уже там смотрели, какие задачи вошли в этот релиз и по ним отчет составляли. То есть вот в таком виде. А, ну просто автоматизировали, соответственно, ну понятно, да, если там тикеты в жире, то можно их автоматизирование выцепить и автоматически составить отчетик, что в этот там релиз-кандидат там просто было смержено. Да, и, естественно, уже это там по нормальным описаниям более-менее становится, так сказать, понятно. А потом поверх этого, ну чтобы еще это сделать лучше, мы вот тот импакт-анализ, про который я рассказывал, мы его в некоторых платформах автоматизировали. То есть, допустим, в андроиде автоматически мы можем определить, какие модули, какой команды были в этом релизе затронуты и на какие тест-кейсы это повлияло. Вот это очень круто позволило нам оптимизировать объем автотестов, которые гоняются. Слушай, а расскажи немножко просто как-то, ну вот каждая команда, да, модуль это что, это отдельный какой-то просто репозиторий или что, как понять просто с точки зрения кода, почему вот там изменение вот это затрагивает, ну как понять принадлежность, да, вот кода к команде. Это мы уже сейчас от релиза входим к архитектуре. Вот опять же, не знаю, на примере там какого-нибудь одного из мобильных приложений, там неважно, iOS или Android на самом деле, модуль это в каком-то случае это экран приложения, в каком-то случае это блок какой-то, в каком-то случае это фича. Вот. Мы вообще все приложения по сути это дерево из вот этих модулей. То есть, если ты там поменял какую-то кнопочку и кнопочка была модулем, тебе нужно получается прогнать автотесты вот на модуль кнопки, автотесты на модуль экрана, в котором она была и автотесты на еще один блок, в котором эта кнопка там переиспользовалась и тоже появлялась. Ну да, логично. И вот за счет того, что мы умеем вот такое дерево модулей строить, автотесты у нас тоже привязаны к каким-то конкретным модулям, мы по сути автоматически смотрим. Не надо запускать все, можно запустить только те, которые затрагивают изменения, скажем так. Да, это нам позволило прямо очень круто вот в автотестах сократить время, которое вот допустим нормально там на пул-реквестах запускать проверки. То есть там весь сьют тестов он гоняется довольно долго, но если мы гоняем только то, что изменилось, это прям очень-очень круто помогает. Вот. Это вот опять же про то, как там мы помогали вот это время на регресс, вот эту боль от релиза сокращать. И в итоге как сейчас выглядит у нас процесс? В понедельник проходит фич-фриз, мы срезаем сборку, делаем релиз-кандидат, даем командам день на то, чтобы потестить, если какие-то баги есть, поправить. Если были правки, делаем вторую итерацию регресса, то есть второй релиз-кандидат, также даем команду, мы говорим, вот было там две-три правки, протестите. Потом все, потом этот билд, вот наша релизная команда, берет, отправляет там уже в бета-канал, там в сторе, где там есть стояльные пользователи, которые проверяют, и потом постепенно катит там на 5-10% и в продакшн. То есть примерно вот так. Плюс, соответственно, там на всех этих этапах мы еще дополнительно гоняем вот эти автотесты, которыми у нас там часть регресса уже покрыта. понятно, да, более-менее ясно. Давай, наверное, еще чуть назад вернемся к платформенной разработке. Давай. Вот это мы так хорошо углубились в релизы вот это все такое, но расскажи, значит, ты там упоминал, интересно послушать, знаешь, про то, что вы выделяли какие-то общие компоненты, да, и тут сразу много тоже интересных вопросов можно задать тебе, потому что когда там компонент у тебя самодостаточный, ты там, собственно, самого контролируешь, да, ну какие проблемы, я там захотел, поменял, там никакого там backward compatibility нет, а тут, когда ты начинаешь выделять вот эти вот, так сказать, единые шареные кусочки, да, это то же самое, как там, не знаю, библиотеки в open source, ну в каком-то смысле, то есть все, ты выкатил уже в публичный доступ, то есть уже их кто-то использует, тут и сразу вопросы обратной совместимости и появление новых фич, и вот эта связь, когда интересный вопрос, когда одной команде фича нужна там твоя версия, а, да, второй команде они еще, так сказать, отстали, им нужна вот предыдущая, которая несовместима, да, соответственно, как вот эти вопросы всякие. А вот их решаем очень по-разному, допустим, в случае фронтенда, вот есть там у нас дизайн-платформа наша, вот которой как раз Рома Дворнов занимается, там в рамках дизайн-платформы у нас есть компоненты, каждого компонента есть своя версия, не знаю, то есть там компонент инпута, ты в нем что-то немного поменял, это уже там, ну не знаю, чуть-чуть поменял, не знаю, логику его отображения, и даже не логику отображения, а пишку, то есть в которой там работают, да, ты апаешь версию, и вот в какой-то момент мы как раз проанализировали и поняли, что нас одновременно живут очень-очень-очень много версий вот этих пакетов, поэтому сейчас как раз буквально недавно выстроили процесс, когда раз там в несколько, раз, по-моему, в две или в четыре недели выделяется отдельная ветка, каждый юнит в этот момент обновляет компоненты, которые он использует до последней версии, там закладывают вся сприты какое-то время на это, потом все вместе вот эта команда нашей дизайн-платформы проверяет там, что все, гоняются тесты, и вот эта команда дизайн-платформы все эти изменения сливает в основную ветку, и вот за счет этого мы, допустим, в этом случае постоянно придерживаемся того, что команда использует там последнюю вы просто административным, скажем так, способом принудили к каждой команды, фичи команды именно всегда обновляться до последней версии, собственно говоря. Это вот как, допустим, в дизайн-платформе решали. В андроиде интереснее. Там как раз монорепа очень помогло. То есть у нас есть монорепозиторий, в котором помимо самого приложения лежат там все зависимости, зависимости, от которых зависит, фреймворки, там, допустим, еще одно приложение, когда было, лежало там же. И если ты, а, и в случае всех зависимостей мы там зависим от хеда. Поэтому если тебе нужно что-то поправить в какой-то библиотеке, ты правишь, у тебя сразу начинают гоняться тесты, ты видишь, что где упало, что где сломалось, и в этих местах также правишь. И вот там решали за счет этого, допустим. Да, там понятно, да, логично, что как бы монорепа, ты закоммитил, что там у тебя значит все сломалось, ну, а чинили вот если сломалось где-то, ты там, не знаю, шаренный какой-то модуль, да, значит, пилишь, выкатил новую версию, сломались у тебя какие-то фичи штуки, их чинят, соответственно, ну, фичи команды, очевидно, да, то есть до них это доходит, что ребята, вот у вас тут, или кто, кто, как это? Смотри, мы вот стараемся, мы в какой-то момент такой хотели разработать набор практик, называть его соседским соглашением, но как в теории большого взрыва, по сути, он может свести такой к одной простой фразе, сломал, почему не? Ну, то есть да, все же, то есть ты сломал, ты уж извините, будь любезен, полезь и разберись. По сути, да, но вот уже, допустим, если ты какой-то юнит, ты овнишь какую-то свою функциональность, то есть я не знаю, там, те же вот команды покупателей, они отвечают, не знаю, за карточку объявления, если к ним какой-то юнит хочет влезть и туда что-то добавить, то вот эта команда байеров, это не примет доработку, пока не запроют публиклест. Они уже определяют, какие там обязательными проверками качество должно быть покрыто, то есть там, допустим, не знаю, не примем, пока ты полностью не покроешь юнит-тестами там и автоматическими тестами все, что ты поменял. Вот на таком уровне. вот это, кстати, довольно-таки, мне кажется, интересно, потому что, как бы да, я продуктован, очевидно, что если ты ко мне влезешь, ну, как бы, можешь за него нести ответственность, то пока я там тебя не заставлю все это дело причесать, оно мне не нужно. Такой подход, в общем-то. Да. Еще сделали прикольную штуку CodeVenershipPlugin. Это такой плагинчик для скэша, который на вход принимает несколько разных датасетов, историю блэйма, структуру юнитов и модулей, которые им принадлежат. Еще какие-то вещи. И на основе всех этих датасетов, когда ты создаешь пулреквест, он определяет для тебя людей, которых обязательно нужно в этот пулреквест добавить. О, клево. И вот один из главных датасетов, это как раз вот этот маппинг какого-то модуля на юнит или конкретного человека. И вот как раз за счет этого получается, что ты не сможешь, ты даже если что-то поменял и вот там, допустим, не хотел бы, чтобы в этот пулреквест человек добавился, этот плагин такой, не, чувак, не, вот этот тебе обязательно ревьюер, допустим. Должен быть, да. Вот. И эта штука у нас сейчас тоже не на всех платформах работает. Ее у нас там в какой-то момент мобильщики запилили, потом у них бэкэндеры ее тоже начали забирать себе. И вот пока прям заходит довольно хорошо. Не, ну, слушай, мне кажется, для программистов вообще, знаешь, любая какая-то автоматизированная штука, они прямо всегда довольны. Это то же самое, как, знаешь, у нас в свое время там на GitLab мы используем RedMine, да, и вот, значит, тикеты в RedMine и код в GitLab и как-то вот всем там заходить в RedMine, значит, там что-то писать, никому же лень, да, все же хотят как-то commit messages сразу раз, там решеточка, refs, там, closes, вот, собственно, раз интегрируешься, такие, ох, клево, теперь, когда эта штука иногда отваливается, там, ну, что-нибудь там все равно, неважно. Слушай, блин, второй день я там фичу закрыл, почему в RedMine, типа, почему мне идти руками закрывать, вот, это вот, здесь то же самое, как бы, не надо тебе там лезть, вспоминать, выбирать, как бы, все за тебя уже подготовили, только там кнопочку, условно говоря, там, нажал, pull request, а вот она тебе, create pull request, да, и она, собственно, создала. Ну, вот такая модульная архитектура, она нам дала прям дофига плюсов. Вот помимо вот такого возможности замапить модуль на какую-то команду, вот, мы, мы сразу можем автоматически, допустим, ошибки раскидывать по командам. То есть, если у нас мы словили, я не знаю, там, какую-то проблему там, на мобилках или на фронте и знаем, в каком она блоке смотреть, кому принадлежит этот модуль, и на этого человека засадить задачку в жире. Вот, это тоже так довольно прикольно работает. А вот ты, кстати, спрашивал про техническую реализацию, вот что такое модуль. Ну, допустим, в андроиде это вот Gradle модуль, в iOS это такой Dynamic Framework. По сути, это, там, кто не из мобилок, это, условно говоря, библиотека, то есть там набор файлов, бандл, неважно. Да-да-да, отдельный namespace, из которого, там, по крайней мере, в андроиде там точно нельзя референсить что-то, кроме публичного интерфейса. Там в iOS можно, но там какими-то хаками закрываем. Вот, примерно вот так. Во фронте тоже к модульной архитектуре сильно идем. Кому интересно, послушайте доклад Ромы Дворнова вот с последнего SPA метапа. Он как раз рассказывает вообще про видение того, как должна выглядеть архитектура современного большого фронтенд проекта. Прям доклад классный, мы вот на эти штуки вот сейчас будем и пробовать реализовывать на практике. И я думаю, уже довольно скоро сможем рассказать, что получилось. Там прямо такая очень-очень-очень крутая система. Хорошо. Ну, Рома вообще молодец. Приложим ссылочку обязательно на его метапчик. Так, что еще, что еще, что еще, что еще интересного? Также, чем еще мы занимаемся как платформа? Одна из таких задач, которые тоже хочется сделать, но на которые пока еще не доделали, идем к ним, это вот уметь измерять, как каждая команда влияет на состояние вот этого общего ресурса. То есть, допустим, есть вот там, я не знаю, время загрузки какой-нибудь страницы и понимать, из-за чего оно у нас такое долгое, и если это можно тоже понять, что оно вот долгое из-за того, что вот столько-то грузится блок одного юнита, столько-то грузится блок другого юнита, уже вот как раз измерять их влияние. Мы это так называем хелс-чеком. Это про все. Это и про то, как там, я не знаю, какая доля каждого юнита в количестве общих ошибок, которые к нам приходят с продакшена, там, в загрузке, в энергопотреблении, там, во времени первого старта, там, в случае приложения, чего-то еще. То есть, в каких-то случаях это реально, это возможно почитать автоматически, в каких-то случаях это там за счет процесса вручную надо, но вот в целом есть вот тоже у нас вот такое хорошее направление. Этими задачами, скорее всего, занимаются вот те самые, у которых вот крутые, так сказать, платформенные вещи, ну, потому что, понимаешь, каждый там бизнес-юнит, ему там сложно это все мерить, если они только на своей задаче сконцентрированы. Ну, по сути, это такое, это как раз возможность противовеса, это такие дополнительные медроги вот этим командам, то есть, что они хорошие, они молодцы, они делают фичи, но что они должны не забывать следить за состоянием вот этого шареного ресурса, с которым они все работают. Да, 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 логично, логично. И, собственно, опять эти метки, они же доводятся, ну, в принципе, публично доступны всем командам, правильно же, да, и они всегда можно посмотреть, что вот мы там поменяли что-то и что-то ухудшилось. Возможно, это мы, условно говоря, то есть как бы и полезь куда-то глубже копаться. Слушай, расскажи немножко, в принципе, ну, там про мы еще архитектуру не затрагивали, все мы так пару раз упоминали. В целом, вот как устроен ваш клиент-сайт архитектуру, то есть, ну, я даже не знаю, большое такое опять слово, архитектура, штука вроде как очень размытое понятие, да, но, тем не менее, как-то, хотя бы с большой такой колокольни, что называется, даже не знаю, как сказать, Android, окей, значит, iOS, да, это так глобально, да, а как, даже не знаю, как бы, ой, как бы так сформулировать-то. Как сам сайт устроен? Ну, кстати, про сайт, если ты можешь сказать, тоже будет интересно. Могу, конечно. Вот, ну, в Android, окей, там, по сути, монолит-приложение, по-моему, там, компилируется в один бинарник, в общем, как-то там оно живет с iOS, в принципе, то же самое, да, вот, сайтом все немножко, хотя, не знаю, сложнее, не сложнее, может быть, не сложнее, там, разные команды, свои фичи, смотри, вот, опять-таки, насколько я понимаю, там, ну, когда каждая фича, она там сама общается с API, в принципе, независимо ни от чего, с одной стороны, да, но вот, если говорить на всем приложении, там, что же есть какие-то там ограничения, количество одновременных запросов в бэкээнду, еще что-то, это, опять-таки, насколько, поправь меня, если я не прав, решает вот это вот, так сказать, такие экспертные, это команда, которые, слушайте, ребят, ну, да, каждая фича, там, значит, команда, у них там один запросик в бэкээнду, а тут, когда приложение, там, стартап, да, холодный старт, значит, извините, страничка открывается, у вас там сразу, там, не знаю, 50 запросов в бэкэнду, и они вообще, как бы, там, тормозят, и как вот эти вопросы, это вот кто-то выделенный команду, вот это вот экспертно решает, делают какие-то инструменты мониторинга и алертинга о том, что вот есть метрика, она, там, после какого-то публиквеста, или там, если это гоняется ночью, она сломалась или ухудшилась, и вот уже, если можно определить, какая команда это сломала, по сути, падает задачка этой команде поправить, если нельзя определить, то в каком-то случае, там, они сядут, закопаются, посмотрят, из-за чего это произошло. Тут просто, ну, как один из вариантов решения, да, это просто-напросто, условно говоря, все общение там с бэкэндом, или какие-то узкие места, но вот такие, да, вынести в те самые шерид модули, которые контролируемы, скажем так, централизованы. Вот тут, тут довольно сложно. Если мы так сделаем, то вот тот, кто контролирует этот модуль, он станет блокером для любой команды, чтобы она свою фичу сделала. И вот как раз мы потеряем, и вот мы очень сильно в этой скорости потеряем, да, то есть мы как раз все-таки пытаемся уйти и прививать вот правильную инженерную культуру этим командам. Чтобы ребята думали не только о скорости того, что они делают, но и о техническом качестве. Это там касается и мобилок, и сервисов, которые они выкатывают, и вообще всего. И вот роль платформы здесь не быть серверами, которые вот не пустят какую-то фичу, которая ухудшает там какую-то метрику, которая не соответствует стандартам качества. А их роль в том, чтобы подсветить проблему, объяснить, почему проблема это проблема, и помочь ее исправить, если у ребят не хватает компетенции. Примерно вот так. То есть, в принципе, одна из задач платформы, в том числе и разработка всяких вот каких-то инструментов, там сбора метрик, мониторинга, еще вот. Да, да, да. Обратной связи по большому счету. Да, вот я там, опять-таки, мы сегодня уже неоднократно Рому вспоминали, надеюсь, ему там не сильно играется за стенкой. Но вот он тоже там всегда рассказывал про вот эти всякие штуки, которые он там делает, и там подсветка, и быстрый переход, и вот, которые, собственно, те инструменты, которые помогают в конечном итоге более, скажем так, быстро выявить проблему какие-то, да. Я так понимаю, что-то там и для Android, и для iOS тоже такие штуки есть, кто-то делает у вас. Да, я даже тоже тебе потом там ссылки приложу, мы пару раз про это рассказывали, там можно интересно послушать. Хорошо, хорошо, да, будет здорово. Вот, ну и тоже, как раз, опять говоря, про эволюцию, как мы пришли, мы проходили вот через эти стадии, когда эти ребята вот сидели и говорили, а как надо писать код. То есть там сидели архитекторы, такие молодцы, в отрыве от продукта, и говорили, а вот ты пишешь там с неправильной архитектурой. Ну, архитектура здесь уже там просто, не знаю, набор классов, то есть как правильно организовать, там MVC или там MVA, вот говорили, знаете, а мы MVC не используем, мы используем MVM, вот нельзя тебе использовать MVC. И, конечно, горело тоже от этого сильно-сильно продуктовых команд. Слушай, ну да, да, это такой тоже момент, потому что, с одной стороны, ну вот архитектура, она же там микро и макро, да, потому что одно дело, когда ты там свои фичи какую-то ты там продумаешь, другое дело, как вот этот кусочек ляжет в общую архитектуру, да, и, соответственно, у вас есть какие-то именно вот такие архитекторы, ну, более общего вида, которые как-то в целом, скажем так, ну, не то, что направляют, скажем так, да, потому что, да, как ты сказал, там одно, ну, MVC, MVVM, это более-менее понятная вещь, ну, как бы ты их сказал, любой человек полезно почитал, ну, в смысле нормальный программист, понимаешь, в чем разница и как ты будешь использовать. Другое дело, что ведь, ну, какие-то подходы именно, вот почему мы в приложении вот так, там, почему там лучше здесь, условно говоря, мы там все, дружно всей компании, там, 20 модулей используют, там, не знаю, какой-то ивент, эмиттер, да, вот ты тут, значит, колбейки, ну, как-то нехорошо, да, вот как вы это контролируете, есть ли, тут, кстати, смежный вопрос, может быть, у вас какие-то, там, не знаю, стоял код-гайды, да, как вы вот пытаетесь, из-за того, что у вас команды теперь стали чуть-чуть изолированы, да, как вы пытаетесь единую культуру, именно инженерную, да, вот пронизывать через все команды? Вот тут интересно. Как раз, вот, один из этапов развития был, вот, этой командой архитекторов, которые сидят в платформе, они, у них есть стайл-гайд, у них есть понимание, как делать правильно, и они всем, они врываются во все пулл-реквесты, они, у них обязательно аппрув на пулл-реквесты, и когда они видят хоть что-то, отходящее от нормы, они такие, не-не-не, чуваки, мы это не пропустим, делайте нормально. И вот это летело прям очень плохо. То есть это вот полностью ломало вот эту независимость команд, потому что... Да, я, конечно, понимаю, ты сидишь, вроде мы такие самодостаточные, сами себе, так сказать, у нас есть ответственность, там, и все, и тут приходит кто-то со стороны, говорит, так, ребят, вы все козлы, все неправильно, все, я не заправлю, и как бы думаешь, а какая тогда у меня самодостаточность такая, да, где она, куда она делась? Да, и вот что, даже что еще хуже, там может быть команда, которая реально вот катит какую-нибудь фичу в АБ-тест. То есть там им реально надо просто на коленке там какой-нибудь быстро-быстро говнокод написать, запушить. Ну что проверить, да, конечно. И вот это тоже могли не пустить. И тогда, ну, короче, понятно, что система не работает. И в итоге поставили, вот мы себе как платформа, вы поняли, к чему нам надо идти. Мы должны, по сути, так задизайнить систему, чтобы каждая команда могла вот работать со своей песочницей, в этой песочнице делать, что она хочет, как она хочет, вот вообще любыми способами, но тем не менее вся система в целом должна не рассыпаться и работать. То есть вот эти качества их работы не должны влиять на другие команды. Хорошо, вопрос в том, как вы вот эту песочницу -то и разработаете. Потому что тут как бы тоже все не так просто. Вот в случае, как раз в случае мобилок, так мы пришли к этой модульной архитектуре, к нашей. Мы разбили, проанализировали приложение, разбили вот все на модули, как раз вот эти фичи, куда входят и экранчики, и бизнес-логика, и запросы в сеть. И вот объединили их в эти фреймворки, сделали их независимыми друг от друга и общающимися только там через какой-то дополнительный промежуточный слой. Повесили там дополнительные проверки на CI, что там вот эти модули, они не общаются друг с другом напрямую, общаются там только через какой-то слой. О том, что там какой-то файл из одного модуля не может напрямую переиспользоваться в другом. То есть реально, короче, наизолированность вот этого всего. И выдали их командам. Плюс там дополнительно, вот сейчас точно по памяти не скажу, по-моему, там дополнительные проверки качества на каждый модуль, еще накрутили же там покрытие какой-то ини-тестами, чем-то еще. Вот. И раздали вот эту команду. То есть, в примере, какая за что отвечает? Команды сейчас, если, в принципе, развивать эту мысль дальше, кажется логичным, что если дальше команда может сама, условно говоря, в процессе жизненного цикла развития своего компонента, программного кодека, за который она несет ответственность, в том числе и вот говорить, контролировать то, что там, условно говоря, доступно извне, какие дополнительные проверки надо вести, что нельзя к чему обращаться. Ну, потому что, да, если бы там несколько модулей, да, окей, мы запушили, вроде как у нас там публичные интерфейсы, не знаю, там вот к этому классу нет, ну или чего-нибудь такого, ну, другая команда там раз посмотрит, говорит, о, у них есть, слушай, я же сейчас дернаю, зачем мне вот так вот, если я могу напрямую? Да, вот как эти вещи вы тоже как-то, то есть команда сама может контролировать и вот, ну, в том числе улучшать автоматизацию, ну, внедряться в автоматизацию, да, вот этих проверок, чтобы тем самым... Да, конечно, то есть вообще в общем виде мы как платформа, мы просто, мы предоставляем CI-пайплайн с точками расширения, а уже кто-то хочет тогда встроить дополнительные проверки, без проблем встраивайте, довольно просто, описано как что, есть ребята, которые помогут, без проблем. Супер, а скажи чуть-чуть вот технически просто, как ваш пайплайн, что это, на базе чего все это? У нас TeamCity используется для всего, вот. Понятно, в общем, все, все там. Да, причем на TeamCity уже были в тот момент, когда я сюда пришел, честно даже не помню, почему выбрали именно здесь TeamCity, а не Jenkins. По-моему, в основном за счет того, что TeamCity уже был готов, хорошо очень подходил под наши процессы, там часть плагинов уже были написаны, которые были нужны, и переехали. Почему нет, конечно, да, что-то TeamCity штука такая. Вот, еще, ну вот, кстати, опять же, если немного говорить про архитектуру, чем вот еще, опять же, если про мобилки, много сегодня говорю про мобилки, попробую сейчас на что-то другое свичнуться, там, чем еще модульная архитектура хороша, что, когда ты просто прогаешь одно приложение Monolith, ты после каждого изменения ты должен его пересобрать, чтобы посмотреть, как все это получилось. А сборка, скорость сборки, это одна из сейчас самых крупных проблем в мобильной разработке крупных проектов. То есть, у тебя iOS на проект может собираться там 20, 30, 40 минут. Это вот, прикинь, это вот такой фидбэк об ошибке. Закоммитил, типа, ну дай-ка проверим и 20, 40 минут, и там сидит. Да, и это реально, это дичь. То есть, там, не знаю, люди, чтобы проверили там свои то, как работают и там их классы, их изменения, создавали новое приложение, туда это перетаскивали, на нем дебажили, переносили в основное, это полный ад. А, по сути, такая разбивка на модуле, она позволяет сделать нормальную инкрементальную компиляцию. То есть, у тебя, ты компилишь только изменения своего модуля. Все. Ну, да, да. То есть, там уже в каких-то продвинутых кейсах, до которых мы пока не дошли, ну, допустим, я точно знаю, есть там в Сбере, а ребята там вообще модули кэшируют на серваке, и вообще у них всегда сборка идет через CI, пересобирается только вот один модуль закэшированный, они уже подкачиваются, и прям вообще кайф. Вот. Но есть куда стремиться, к чему стремиться, что называется. Вот. А в случае, в случае вообще всего авито-сайта, сейчас это у нас тоже большой-большой монолит, который там тоже поделен, в принципе, по зонам ответственности, и вот постепенно все команды выносят то, за что они отвечают, свои какие-то микросервисы. То есть, там, не знаю, в общем виде выглядит примерно так, что вот та же команда покупателей, у них есть свой API-гитвей, в котором описаны все ручки, которые относятся вот к той функциональности, которую они делают. Вот они овнят вот этот кусочек API-шки, вот именно только его, и все микросервисы, к которым он обращается. То есть, там, сервис поиска, сервис там, юзеров, что-то еще. И вот у каждого юнита есть вот свой вот такой кусочек API-шки. И вот уже есть какой-то уже такой один общий там гитвей, который вот все их объединяет. Ну, понятно. То есть, это вот примерно так выглядит. И вот постепенно вот от монолита пилим кусочки, в это все переносим. Слушай, ну, наверное, здесь мы более-менее все обсудили. Единственное, что еще, наверное, хотелось затронуть, это вот, опять-таки, недавно ты опубликовал статью про перформанс-ребью. Я думаю, вспомним все же, да. Ну, кому интересно, поподробнее могут почитать статью и даже, наверное, послушать подкаст. Кстати, про подкаст мы тоже еще поговорим. И в своей выступлении ты на Team Lead Conf рассказывал. И на HotFest, да, по-моему. В общем, в любых доступных источниках, вот. Но все равно давай немножко хотя бы вкратце затронем, потому что вот мы много обсудили, как вы разделили команды, что они там отвечают, так сказать, разделили зону ответственности. Это все очень интересно, но еще один из интересных вопросов это как раз-таки как собирать вот, так сказать, статистику и понимать, насколько, да, вот это эффективно эта фича там и работа команды в целом, потому что, опять-таки, там с точки зрения там личного роста и прочих вещей это в общем-то важный показатель, да. Расскажи в двух словах тоже вот так сказать, ну в двух словах сложно, но тем не менее, какие здесь были проблемы, то есть какие, что вы хотели решить, какие метрики собрать или как вот это все было. Ну вот помнишь, я рассказывал про тот этап нашей жизни, когда вот есть разработчик, у него два руководителя, там один в Unity, другой Team Lead. Вот как раз-таки, когда мы только делали перформанс-ревью, это как раз мы его делали для того, чтобы вот этим Team Lead, вот этим руководителям дать информацию, дать информацию по тому, как сотрудники их команды, насколько они, насколько у них все ок, что они вообще делают, насколько качественно справляются со своими обязанностями. то есть вообще, как выглядит перформанс-ревью? Вот даже начнем с этого. Это процесс, состоящий из нескольких этапов. В первую очередь, сотрудник там раз в квартал, ближе к концу квартала, описывает все, что он за этот квартал сделал. Но так довольно тезисно. Ну это не каждый тикет, конечно же. Ну да, то есть там что-то типа там 500 тысяч символов, что-то вот не большее. То есть именно вот в формате так ценностей, которые он принес. То есть там сделал, запустил такой-то сервис, помог сделать такую-то фичу, выступил на конференции и там указывает, в общем, то, что у него получилось хорошо, то, что получилось плохо. Затем выбирает людей, там до 10 обычных человек, с которыми он тесно работал. Это, ну, во-первых, его менеджер непосредственный. Во-вторых, стейкхолдеры. Это, по сути, заказчики его услуг как программиста. То есть там продакт-менеджеры, может быть, я не знаю, какой-нибудь коллега, который ему там на него перевел какую-то задачу, от него зависел. То есть, я не знаю, если разработчик платформы, то это мог продуктовый быть разработчик, который зависел. Понятный пример. Потом коллеги его, те, с кем он работает каждый день непосредственно и подчиненные. Вот. В итоге набирает он себе респондентов, они делятся на вот эти четыре основные группы. Затем следующий этап. Вот этим людям, которых он выбрал, высылается опрос, где нужно, во-первых, оценить, насколько человек соответствует ожиданиям этого должности по пятибалльной шкале и дать комментарий и дать комментарий к этой оценке. Если на пальцах, вот примерно так. В итоге руководитель собирает вот весь-весь фидбэк, который был, агрегирует его, смотрит, считается общая оценка как средняя средних по группе. И вот она как раз-таки показывает в общем виде, насколько человек соответствует ожиданиям этого ролика, который там где-то описан. Вот. Если прямо на пальцах, то примерно так. Штука, она такая довольно, в общем, известная. Вот мы модели очень сильно слезали у Гугла. Вот примерно так же она работает у Баду, там у Фейсбука, у Яндекса довольно похожая. Вот, если вот говорю на пальцах, примерно так. Мы там, мы внедряли довольно прикольно, мы там так шли инкрементально, тестили сначала на одной команде, потом постепенно раскатывали на всех. Мы постоянно собирали данные разные, там формата того, какое у нас распределение оценок, кто люди, которые там стабильно ставят всем четверки и пятерки, то есть там вот составляли разные оценочные профили, то есть вот, да, выделяли людей, которые склонны завышать оценку, занижать оценку. С ними проводили там дополнительные, отправляли, не знаю, на тренинг, как правильно давать обратную связь. И вот так просто постепенно, вот, следяя с такими данными, процесс как-то прокачивали, как-то улучшали, там, что-то автоматизировали, там, ушли с Гугла форум в какой-то момент на свой инструмент, который там на хакатоне, на коленке написали. Слушай, ну тут еще, знаешь, вот один из интересных вопросов, который хочется задать, это вот, оно же сначала, я так понимаю, было закрыто, ну то есть как бы тех, кого ревьюили, они, в общем-то, не знали всех оценок, кто им что поставил, да? Сейчас у вас, вы в итоге пришли к тому, что у вас вся эта информация открыта, да? Вот тоже. Вот расскажи, как это было, потому что тоже интересно всякие, вот, как народ реагировал, ну то есть типа, Вася, блин, мы с ним каждый день пиво пьем, а он мне козли на треху поставил, шею еще, ну то есть, да, вот какие-то такие моменты наверняка были, всплывали. Да, там, в общем, какая история? Вот, она, сказал, есть несколько вообще вариантов фидбэка. Он может быть там полностью анонимным или полностью неанонимным. Вот такие очевидные варианты. Вот, когда он неанонимный, всплывает проблема, которую ты описал. Да, ты вроде корешь, друг, пиво пьете, но какую-то гадость он про тебя пишет. Но когда, ну если фидбэк делать анонимным, то он во многом теряет важный, полезный контекст. Вот я, к примеру, люблю приводить пример, не знаю, есть команда, проводится перформанс-ревью и приходит анонимный отзыв, там, не знаю, на продакта. Там формат этого продакта, он хороший, но вот с дизайнером он работает довольно-таки плохо и там недостаточно уделяет внимания UI и того, что они делают. А в этой команде всего один дизайнер. Вот, казалось бы, фидбэк анонимный, а такой-то... Вполне понятно, про кого, никто. А если, то есть, этот фидбэк подчищать так, чтобы, ну, то есть, автор будет стираться, его анонимизировать, то из него идет абсолютно весь полезный контекст. Но он ничего не сможет вот такого указать, что напрямую бы не указывало его, но там менеджер этого продакта мог бы что-то с этим сделать. Так. Поэтому мы, как мы пошли? Менеджер, вот на первых этапах проведения ревью, менеджер собирал всю-всю-всю обратную связь, которую дали, самостоятельно очищал ее от того, вот что могло указать на каких-то людей, там перемешивал ответы или вообще там чаще всего даже смотрел на все, что написали и писал из этого сам какую-то свою выжимку. Маленькую выжимку. Да, и человеку передавал. Работала норм, но тоже были проблемы, что вот менеджер это все-таки такой чувак, который может быть немного не в контексте. Работал как соманный телефон. Нет, ну, во-первых, субъективное впечатление вполне может быть и как бы нельзя так вот прям объективно переписать ответы, да, в любом случае. Вот, поэтому мы понимали, что это временное решение и просто вот параллельно с тем, что выдавали такую обратную связь, с теми, кто там писал какую-то, не знаю, там откровенную дичь или что-то такое, с ними тоже там проводились какие-то там дополнительные общения, разговоры и им объясняли, как вот все-таки как давать конструктивную обратную связь. То есть, что нельзя переходить на личности, нужно всегда там давать какую-то конкретику, говорить, что именно было хорошо и что было плохо. То есть, не говорить, что просто, не знаю, там он отвратительный человек, я не хочу с ним работать, а вот указывать, что было не так. И вот так постепенно в каких-то командах мы начинали от анонимного фидбэка переходить к неанонимному. Ну, словно говоря, если в команде в принципе все отзывы более-менее конструктивно по делу, уже можно было бы указать, и человек, в принципе, скорее всего, воспринял ее более нормально. Типа того, да. Вот такого плана. Вот, и постепенно перешли сейчас к тому, что практически всем показывается открытая обратная связь, ну, там, может быть, не знаю, свежесформированная команда им не в первом раунде покажут. То есть, в общем виде у нас инструмент позволяет решить менеджеру, но почти всем дает открытого. В общем, народ нормально реагирует. В принципе, нормально, то есть, каких-то супергромких конфликтов на моей памяти не было, были какие-то локальные местечковые, конечно, но такие норубочие моменты на самом деле решались. Вот, то есть, ну, в принципе, зашло ок в этом плане. Ну, хорошо, хорошо, давай на этом остановимся про это дело, пусть кому интересно почитают, почитают статейки, или что-то еще добавишь. Не, я вспомнил еще, кстати, интересную штуку, связанную с платформой, про которую прям вообще забыл рассказать. Ну, давай. Вообще, в чем отличие такой платформенной разработки от продуктовой? У продуктовых команд их клиенты, это клиенты Авито. Это просто пользователи, которые там миллионы-миллионы по всей России. И когда ты что-то делаешь, их нет рядом под боком. Ты не можешь подойти к нему и спросить, вот фиша, скажи, нравится или нет. Нравится, нравится, да. А вот когда ты работаешь в платформе, твой клиент, это другой разработчик. И вот их у тебя, ты их всех знаешь в лицо. Ты знаешь, кто они. Ты можешь дойти ножками к нему и пообщаться с ним. И это на самом деле очень-очень круто. Это вообще, вот это на самом деле, я считаю, это такое кардинальное различие платформы и продукта. И мы очень сильно упарываемся по практикам девелопер-экспириенса. То есть девелопер-экспириенс это вот как юзер-экспириенса, только вместо юзер это девелопер. Это во многом, можно это еще охарактеризовать, как продуктовый подход в платформенной разработке. То есть к тому, что делают платформенные команды, относятся как к продукту, как к полноценному настоящему продукту. Отсюда идут все, там, все-все-все практики продуктовых ребят. То есть перед тем, как что-то делать, мы, во-первых, должны понять, для кого мы это делаем, целевая аудитория. Понять, какую проблему или боль мы решаем. Провалидировать гипотезу, что то, что мы хотим сделать, действительно решит. То есть там через интервью, через то, чтобы запилить какую-то MVP-шку, через что-то еще. Определяем метрики успешности. То есть что мы считаем, что значит, что мы сделали хороший, качественный продукт, и он помог. То есть в каком-то случае это может быть, не знаю, повышение счастья пользователей, там, через запрос. В каком-то случае это использование его разработчиками, интеграция куда-то. Потом есть, или там, не знаю, классная вот метрика есть, Time to First Hello World, по-моему, так называется. Мы ее, на самом деле, не используем пока, я только там недавно читал. Это время, которое там требуется разработчика, чтобы написать своим инструментом Hello World. Это показывает, насколько удобный такой тузу ты ему предоставил. Интересно. И вот качественный опыт разработчика мы сейчас ставим вообще во главе угла. Потому что, на самом деле, мы проходили через кейсы, когда команда могла инвестировать, там, не знаю, год своего времени на то, чтобы запилить какой-то там классный, полезный фреймворк, но из-за того, что он был неудобный для разработчиков или решал проблемы, которые они перед собой на самом деле не видели, он не взлетал, им люди не пользовались и вот насильно это тоже не пойдет. Ты не можешь так тебе сказать, ты обязан использовать, я не знаю, наш фреймворк для автотестирования. Он плюнет, напишет по-быстрому на коленке свой и станет использовать его. Да, если он будет работать, ему лучше, конечно. Вот, поэтому сейчас вот все наши платформенные команды, они вот в первую очередь ориентируются на разработчиков, на исследование их проблем, потребностей и вообще такое постоянное с ними общение. Но, опять же, все это звучит красиво на словах, что вот, не знаю, что нам важен продуктовый подход, важно уметь в продуктовой практике, в исследовании более потребностей. А потом мы вспоминаем, что у нас эта платформенная команда, это значит, что она состоит практически полностью из одних инженеров, которые никогда не думали об этих практиках, им они особо не интересны, не нужны, они в них не умеют, о них код хотят писать. Поэтому для того, чтобы вообще облегчить для них вот это погружение, мы разработали штуку под званием Developer Experience Framework. По сути, это набор вот таких разных практик, адаптированных под восприятие их инженерами. Допустим, там прям в формате чек-листов рассказано, как исследовать проблемы твоей целевой аудитории. То есть, что вот ты выбираешь чувака, идешь с ним навстречу на 20 минут, задаешь ему такие-то, такие-то, такие-то вопросы, то есть там формат, над чем ты сейчас работаешь, какие у тебя боли, а почему ты считаешь, что это проблема, а почему ты именно эту проблему выделил, то есть там, не знаю, техника типа FiveWise включается. И вот, короче, максимально заскриптовали такие действия и вот оформили их в такие практики. Это круто, а как вы их формировали тоже сами? Начитались умных книжек или какой-то опыт, то есть кто-то вам помог, как вы их уделили? Первый скелет, по сути, начитавшись умных книжек, то есть там, не знаю, взяли практики, там записаны в линд-стартапе, какие-то вещи из скрама, что касается процессов, какие-то вещи из опыта там, других крупных команд, которые касаются девелопер-экспириенса, то есть там именно как вот DX исследовать, то есть какие там вот разные метрики есть, вот как рассказывали вот Time to First Hello World и прочее. Замешали их в этом фреймворке, взяли несколько пилотных платформенных команд, посмотрели, какие у них есть проблемы текущей взаимодействия и сказали, а вот, чуваки, давайте попробуйте вот эти практики возьмите, посмотрите, что получится. Из этого уже что-то тюнили, что-то меняли, формировали, описывали какие-то секс-эс-стории у кого получалось, у кого не работало, это выпиливали, и вот так этот инструмент постепенно вот докачивали, рафинировали, и вот он сейчас в каком-то таком виде есть. То есть там выглядит так, что вот у тебя есть проблема, можешь в этот фреймворк заглянуть, понять, на каком этапе развития там твой продукт находится, типа то, как хочешь его создать, там активная разработка, там уровень интеграции, или уровень поддержки, да, смотришь какие-то практики и у себя их используешь. И вот это, в принципе, нам очень помогло, особенно вот на первом этапе, когда мы вот только майндсет вот на этот продукт, именно пытались на продуктовый майндсет переключиться. И вот ребятам, у которых опыта такого знания не было, оно им вот хотя бы что-то какое-то понимание дало. Когда ты еще не понимаешь как, чего, тут как бы тебе чек-лист, тупо задавай вопросы, слушай ответы, ну и немножко включай голову. Да, плюс еще там, не знаю, допустим, вещи, которые описаны в том же там линдсартапе, там они очень сильно завязаны, там не знаю, какой-нибудь линдканвас возьмем, это, ты ей покажешь инженеру, там что-то про потоки прибыли, еще про что, такой чувак, какие потоки прибыли, я архитектуру делаю. У меня пишечка тут, да, что тебе надо. Вот, поэтому как раз там какие-то вещи адаптировали, то есть меняли на какие-то более понятные, более понятные термины. Да, да, да. И, короче, ну, получилось в принципе неплохо, то есть, вот, как я сказал, помог хорошо на первом этапе, сейчас это скорее такая типа энциклопедия, к которой ребята обращаются. Сейчас мы его, допустим, пытаемся прокачать немного там в другую сторону, то есть, там есть делительную разработку, у нас есть там Discovery, когда мы пытаемся понять, что мы делаем, какую-то гипотезу выдвинуть, и этап, там, development и этап delivery. Вот мы сейчас хотим прокачать этап Discovery, чтобы ребята вот умели находить новые гипотезы того, что они могут сделать, как-то их тестировали, как-то их быстро тестировали, быстро брали в разработку. Мы вот тоже хотим вот эту механику обернуть, там, не знаю, во что-то типа карточной игры попробовать. То есть, там типа вытаскиваешь карточку с рандомной гипотезы, которую тебе накидали, вытаскиваешь карточку инструмента, которым можно его провалидировать, идешь, валидируешь. И вот за счет такой игровой механики тоже вот хотим попробовать процесс так покачать. Слушай, интересно, ладно, потом расскажите, как у вас получилось. Надеюсь, будет о чем. Слушай, ну вы эту штуку тоже, наверное, выложите в свой плейбук, планируете? Да, вот сейчас в первой версии плейбука мы просто говорим, что она есть, и примерно тезис написан, что это как работает, и потом вот смотрим на фидбэк людей, если нас попросят ее выложить, мы тоже этим займемся. То есть, там идея такая, что это же гитхабные репозитории, там из issues, вот мы ждем. Хотите, чтобы мы что-то сделали, пишите issues. Ну все логично, да, хорошо, хорошо. Ладно, давай, наверное, потихонечку про всякие разработки эту будем закругляться, уже на полтора часа мы с тобой договорили, даже побольше. Еще, что хотелось у тебя спросить, несколько вещей. Ну, первое, наверное, давай начнем с подкаста. Есть такой подкаст под лодком, для тех, кто вдруг не знает. Ты, в общем-то, являешься одним из его ведущих, соведущих, да, расскажи немножко вот про подкаст в целом, как у тебя там появилась идея, вот, ну, ты же не один, то с него тоже организовал, да, как вы, вот на троих, концепции, идеологии, и вообще, как зародилось все это. Да, зародилось еще, когда мы там все вместе, втроем, я, Стас и Глеб работали в Рамблере, мы вообще очень сильно угорали по всяким публичным штукам, там, писали кучу статей, выступали там на куче конференций, делали свои митапы, и Стас в какой-то момент пришел, и говорит, Егор, давай еще подкаст свой сделаем. Я такой, ну, что-то не знаю, подкасты, кто служит подкасты, типа, ну, кому надо, давай вот лучше на конференциях выступать. Ну, что-то, ну, такое, окей, забыли, потом настал момент, когда мы как раз все разбежались, я ушел в Авито, там, Глеб ушел в Тинько, Стас там в Ту-ту перешел, и просто, не знаю, вот, честно не помню, по-моему, там, Стас мне написал, я ему написал, помнишь, подкаст обсуждали, да, попробуем записать, и давай, и пришли втроем в Авито, сели в переговорку, там, поставили макбук в центре, включили Audacity, просто записали какую-то полную дичь, там, про Viper, это, там, один из подходов к структуризации, там, классов, типа MVC, обсудили немного React Native, что-то покидали на вентилятор, записали, выложили, кто-то послушал, люди написали, что понравилось, нам понравилось, и как-то так и полетело, то есть, вот, там, даже с первого выпуска, то есть, появился какой-то фидбэк, да, то есть, мы собрали, а здесь уже было проще, потому что у нас уже были такие каналы распространения такого контента, то есть, там уже было, где, короче, аудитория уже была подготовлена, это был важный момент, да, и для себя мы, наверное, концепцию сформировали, некоторое время спорили, а что вообще в итоге мы хотим получить, то есть, чем будем отличаться других подкастов, ну, вообще, изначально мы планировали делать просто айосный подкаст, там на рынке есть подкастов только андроидовский, андроидев Дениса Никлюдова, и в принципе практически все, есть там по-моему трактор, но там ребята просто новости всего, связанного с мобилками говорят, вот, мы в итоге решили, что мы концентрируемся вокруг какой-то темы, то есть, каждый выпуск это новая тема, для этой темы мы находим максимально крутого эксперта, который может про нее рассказать, только русскоязычного, то есть только на русском, и вот, по сути, делаем один выпуск, одна тема, там были в какой-то момент ответвления, мы пытались сделать выпуски, где обсуждали новости, они заходили хреново, и в итоге вот остались на этом формате. Не, ну, понятно, что еще какие-нибудь там конференции, на конференциях, что есть такой онлайн по горячим следам, там какие-то интервью, это такое, естественное такое, деточка. Вот, и в итоге, со временем мы поняли, что делать только айосный подкаст неинтересно, мы начали еще проводить и андроид зацеплять, себя позиционируем как просто мобильный подкаст, я топлю за то, что мы вообще должны быть дженералой, просто подкасты, ну, понятно. Ну, и на самом деле у нас, это первые темы были очень сильно связаны с мобилками, а сейчас, не знаю, вот последние выпуски, это там, не знаю, женщины в IT, про diversity, потом релокация в разные страны, там у нас такая серия из двух выпусков, где просто болтаем там с 8 ребятами, которые разъехались по миру, вот они рассказывают вообще как, что, в какой стране, это, кстати, прям хорошо зашло, или, я не знаю, даже какие-то технические вещи за трагом, не знаю, там выпуск про блокчейн был у нас, где как раз там вообще с нуля разбирали, там про смарт-контракты, про блокчейн, про то, что это значит для клоинсайдеров вообще, или вот вчера записали выпуск про как раз-таки кэширование, консистентность данных, где мы просто общались, там про CQRS, там про, про там, ту же капти, как, короче, нормально обеспечить консистентность данных между клиентом и сервером, то есть тоже, в принципе, на мобилке уже даже сейчас практически не зашиваемся, но ребята пока все равно хотят оставаться мобильным подкастом, я один топлю за общую. Понятно, то есть возможно он трансформируется, или появится что-нибудь другое. Ну, скорее всего, такое будет эволюционное развитие продолжаться, пока прям очень нравится, по кайфу, и до сих пор всегда стабильно раз в неделю выпускаемся, ни разу не потеряли ничего. Не, ну вы молодцы, да, да, вы прям стабильно, не поспоришь. Я, ну мы, как я говорю, стабильно, но как-то кусочно непрерывно. Нам еще просто очень повезло, что Вали, это есть разработчик, который когда-то был звукорежиссером, очень сильно поэтому это ему нравилось, но когда стал разрабатывать, у него как бы нечего стало сводить, и вот тут он узнал, что мы делаем подкаст, он к нам пришел, такой, ребята, давайте я вам буду помогать, мы такие, как бы, давай, и вот уже 60 выпусков сводят. Шикарно. Завидую. Я тоже хочу такого разработчика. Слушай, ну это тоже, мне кажется, отголоски вот твоего, чем ты в самом начале сказал, да, вот это журналисту, какого-то такого эго, ну немножко, где у какой-то публичности, да. Ты также вот, я знаю, выступаешь там, выступал даже на конференциях, даже не только у нас там, но и за рубежом. Расскажи немножко про этот свой опыт. Вот, кстати говоря, у меня был один из, а, кстати, последний, наверное, даже предыдущий, я имею в виду выпуск про, мы обсуждали с ребятами про выступления на различных конференциях, в том числе, да, за рубежом. Вот расскажи твои ощущения, как бы, ну в первую очередь, конечно же, задам стандартный вопрос, да, что с тобой движет, зачем ты вот это все делаешь, выступаешь, ради чего? По кайфу. Ну, на самом деле, ответ он действительно простой, мне просто это очень нравится делать. Если анализировать, то в первую очередь, мне действительно нравится чем-то делиться с людьми, то есть важно понимать, что не просто ты что-то берешь от сообщества, а я действительно много взял, но и ты тоже что-то можешь давать взамен. То есть я как раз из тех, кто верит, что даже вещи, которые тебе кажутся какими-то банальными, в чем-то скучными, очевидными, есть люди, которым они важны, которым они принесут пользу. Вот, то есть для меня определенно важно вот это, ну и действительно, мне просто нравится выступать, нравится общаться с людьми, нравится говорить на публику, мне это получается лучше, чем говорить один на один с кем-то зачастую. Вот. Наверное, вот так. И вообще вся эта движуха, вот тех пиар, конференции, мне, не знаю, очень нравится атмосфера. Я там даже, когда хожу на конференцию, не хожу на доклады, я все время тусуюсь где-нибудь. Слушай, ну это я вот полностью просто тебя поддерживаю и всегда привожу пример, что вот на последнем хайлоуде, который там был где-то в ноябре, кажется, да, за два дня я был, кажется, на одном или на полутора докладах, все остальное время я общался, там записывал кучу интервью, просто перезнакомился, там переобщался с кучей людей и, по-моему, вот это самое кайфовое, на самом деле, от них. Вот даже классная история была, был в апреле в Питере Мобилус, это мобильная конфа Джукру, и, ну, ребята там, они всегда между докладами делают видеоинтервью, а в конце дня, в трансляции, там подводят итоги дня. И меня тоже позвали, типа, Егор, а почти с нами итоги дня подведешь, расскажешь, какие доклады были, все, что было. Эйсис не был ни на одном докладе. Ну, все нормально. В итоге просто, да, за минуту до беру программку, такой, так, доклад про это, доклад про это, доклад про это, и нормально сел, рассказал по программке. Никто не догадался, что ты на них делал. Шикарно. Слушай, расскажи, как ты выступил на French Kid, да, потому что тоже вот интересно аудитория, насколько она там отличается, и как ты вот, опять-таки, ну, все же, не носитель английского языка, да, насколько тебе было, это первый твой доклад на английском, или уже это был? Вот тут, кстати, я, интересный факт, вообще первое самое выступление на конфе, оно, во-первых, было на конференции по безопасности, на PHDs, и я выступил, это был не просто доклад, это был, по-моему, четырехчасовой воркшоп, и я его вел на пару с англоговорящим индусом. Ничего себе. Это очень странная и сложная история. Как тебе туда занесло? Даже просто интересно, потому что это как бы вот, ну, security, я только слышал, что ты хотел туда поступать. Ну, там, у меня, в общем, диплом был на тему обеспечения безопасности мобильных приложений. Ну, короче, он был в основном про то, что я там описывал модель уязвимостей, и просто там выбирал приложение из сторы, и эти уязвимости эксплуатировал, писал какой-то отчет про это. И вот есть такой классный проект, называется Dem Vulnerable iOS Application. Это такое open-source приложение, в которой чувак специально реализовал все известные уязвимости, и где-то их писал. Показать, как они все устроены. Да, то есть такая песочица, где начинающий пентестер может взять, сесть, поиграться. Круто. Мне эта штука понравилась, я туда законтрибьютил несколько новых фичей, ну, то есть там новые какие-то проблемы, и вот автор приложения со мной связывался, такой, «О, круто, ты из России? Да, знаешь, я к вам скоро приеду на PHD из воркшопа выступать, давай со мной». Я такой, «А чего бы нет? Давай». В итоге оказалось, что очень сложно выступать на пару с человеком, из всей речи которого ты понимаешь только «Окей». Потому что вообще… У него тоже такой акцент очевидный, да? Да. Он же тоже не носитель, получается. Он не носитель, но он при этом говорит очень-очень быстро, слабо понятно, и вообще первый день мы с ним встретились, познакомились, я его пошу по Москве, это тоже такой отличный диалог, у меня что-то рассказывает, киваю, да, 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 супер, супер, yeah, yeah, Russia. Класс, класс. Вот, ну, поэтому первое выступление было вот такое. А French Kid вообще очень долго пытался попасть на какую-то зарубежную конфу, здесь у меня вообще есть такая гипотеза, которая пока не подтвердилась, но вот кажется, что, по крайней мере, в мобилках русских спикеров очень не любят звать на конференции, вот именно из России. Хотя у нас очень много сильных докладов, в целом у нас они гораздо сильнее, чем в зарубежном. Но по фронтенду, мне кажется, такого нет, потому что многие из наших ребят выступают, как бы, да, вот там, и на зарубежных, мне кажется, чуть-чуть такого не ощущается, ну, по крайней мере, плачу код. Вот, а здесь, ну, здесь действительно, вот, кажется, что такое есть, потому что, вот, даже подавали, подавали там знакомые ребят на конференцию хорошие, мощные доклады, им отказывали, брали такие же, но гораздо более лайтовые. Ну, не суть. В итоге, там, впадался на FrenchKit с темой про код-ревью, ну, там, тема такая довольно... такая не столько техническая, больше какая-то такая вот... Такая, да, процессная, то есть, по сути, про то, как вот у тебя есть команды разные, там, разных размеров, разных структур, и как тебе правильно построить код-ревью, чтобы было норм. То есть, там, как построить, как автоматизировать, какие проверки, какие там паттерны поведения, всякая такая фигня. Ну, и как зашло? Зашло, зашло клево. То есть, вообще, акцент у меня такой, довольно, довольно прям хороший. Вот, в GTA 4 играл, как там, this is a country of big opportunity, my dear, Nicko Friend. Вот, короче, у меня примерно так же. Миша Клюев, наш деврел, он послушал мой доклад, у меня до сих пор стебет, просто моей первой фразой. Hi, my name is Igor, and I'm from Moscow. This is my first talk outside of Russia, so please, give me my accent. Короче, люди поняли. I think from my heart, да. я еще, ну, я вообще, на самом деле, всегда, когда готовились к выступлению, я очень упарываюсь по слайдам. То есть, когда у меня подготовка к докладу, это минимум где-то 8-10 полных рабочих дней. То есть, ну, вообще, потому что на работе я работаю, то обычно это столько выходных. То есть, это месяц, просто выходные суперзабиты, да. И я прям, ну, я действительно, я упараюсь очень сильно, там, подбираю цветовые гаммы, там, по пикселям что-то передвигаю, двигаю какие-то анимашки. И, короче, просто вот, слайды им просто зашли, они там сидели просто с открытыми ртами, все-таки говорили, чувак, просто, блин, вообще слайды офигенные, лучше, что я видел. По контенту тоже ок, в итоге там по оценке, я там в какой-то топ, в топ-5, по-моему, вошел. Ну, вроде клево. Единственное, конечно, потом у них еще прикольный формат, ты сначала рассказываешь доклад, потом обычно тебе, ну, на конфет сдают вопросы из зала, а здесь они тебя отводят в угол сцены, сажают за столик, садятся два ведущих конференом с тобой, и они тебе задают вопросы, ты с ними еще дискутируешь там. И вот тут, короче, я просто посыпался. Я там, ну, до этого плохо выспался, плохо соображая, не сдают вопросы, я такой, yes, 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 you're right. This is very, very, very important. Yeah, yeah, good review, yeah. Короче, вот так. То есть, доклад хорошо, всех, соответственно, вопросов такой себе. Ну, в целом, как ты оцениваешь? В целом, интересно, как минимум, классно было съездить в Париж, поспать на лавочке, и всякое такое. Это там тоже, отдельная история, не знаю, если у нас время уже рассказывать или нет. Ну, в двух словах расскажи про лавочку, потому что ты уже заинтриговал, просто нельзя, нельзя тебя отпускать без раскрытия. В двух словах оказалось, что организаторы конференции думали, что я приеду на день позже. Поэтому, когда я приехал, гостиница была не забронирована. И это была неделя высокой моды в Париже, когда забронировано абсолютно все, и самая дешевая гостиница стоит типа 40 или 50 тысяч рублей за ночь. Офигенно. Вот, ну, поэтому что, бросаю вещи в гостинице, иду гулять по городу, сплю на лавочке около Нотр-Дама, просыпаюсь от того, что на меня смотрит крыса. Вот, было, короче, классно. Ну, я понял, что впечатлений ты набрался точно, которые не забудешь. Вот, ну, хочу еще где-нибудь выступить. То есть, в этом году постараюсь тоже куда-нибудь в итоге съесть, там, чем-нибудь техническим, менеджерским, не знаю, посмотрю еще, у меня там все подряд есть. Ясно. Слушай, ну, давай, наверное, на этой позитивной ноте закончим наш сегодняшний выпуск. Мне кажется, вообще очень классно, эмоционально получилось. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, что позвал. Круто поботься с другой стороны в подкасте. Да, да, я согласен тоже. Оба такой, очень непривычный, когда ты все время ведущим являешься. Мне там не дают много говорить другие ведущие, заставляют молчать. Ладно, друзья, надеюсь, вам тоже было интересно. Пишите ваши вопросы, замечания, комментарии. Они, еще раз напомню, что всегда важны для нас, для подкастеров, для ведущих, и для гостей. Вот. А также, до встречи. Всем счастливо. Пока. Всем пока. Пока.